А я думал, вы меня видели. Вот. Нет, не видел. О, сейчас видно уже меня. Леша, иди сюда. Посмотри. Видишь? Если связь прекратится, значит, делайте новые попытки. Ага. Инатий Тихонович, у меня два вопроса. Вы в РПЦЗ метрополита Агафангела, да, сейчас? Нет. У Илариона. У Илариона. А-а-а! Слушай, Виктор, внимательно только, не перебей тут. Вот. Сколько тут было, они все разрушили. И когда готовили вот это еще совещание, на обоих совещаниях, которые в Наяке были там, мой родной брат, отец Аким, там был. На обоих. Он был как депутатом туда, делегатом сказать, правильнее. Вот. И перед этим мы сразу провели общее собрание. Мы категорически, абсолютно намерто против объединения. Но мы были за каноническое общение. Но как раз и там был принят акт о каноническом общении, признании благодатности той и другой ветви, как называют. Но это так мы уже были. Нас за это свои зарубежные долбили, а пришли к тому же. То есть мы заранее это все обдумали. Но соединять, как говорят сейчас, объединение. Объединения не было. Это они уже за кулисом все сделали. Зарубежная церковь осталась в автономном состоянии. И мы остались под ней. Мы единственные две общины, которые не перешли ни к Агапангелу, ни к Тихону Омскому, никуда не перешли. И не почему-либо, а потому что мы иные, мы другие. Мы настолько другие, что мы никому не нужны. И мы сказали, когда прошло собрание, мы сказали, мы абсолютно против, подали это в Синод, подали епископу, но сказали, какое бы решение не было принято, мы ему подчинимся. А это время мы будем молиться, чтобы Бог смирил нас. Чтобы мы не забунтовали. Чтобы мы не выродились в секту. Мы открытым текстом все это написали. Я не боюсь этого говорить. И вот в этом состоянии мы остались. Теперь, и в Тихий они убрали, он пять лет пробыл. Они искусственно назначили пять лет, вхождение. И они приложили все силы, чтобы нас уничтожить за это время. Они клевещут на каждом шагу. Вы даже представить, Виктор, не можете, что они делают. Вам видно, нет? Конечно, видно. Не видно вас очень хорошо, да. Вот, а вас я не вижу. Так и вышло. Как же не видно. Она видно, видно. Показывает, что вы видите. Ну да, сейчас, минутку. Может быть, загрузит. А, вот теперь я вижу. Вот, вот и дело. Так, а вот какое дело. А что ж ты без бороды, дорогой? Ну, тут, понимаете, дело в том, что тут долгий разговор. Ну ладно, не бой бы долгий разговор. Так, пора долгого, понимаете, городу-то хорошо иметь, но я не считаю, что спасение от этого зависит, как бы, что это роль на спасение. Это очень хорошо, потому что мужчина должен, как мужчина, выглядеть, и бродобрить, и вообще осуждать. Я читал у вас на веб-сайте, но, понимаете, я из этого не делаю, как бы, вот, как знаете, что это спасает человека. Спасает нас благодать Христова, по вере. Ну да. Вот. И спасает нас вера именно православная, где есть истина. Понимаете? Вы знаете, что в православии были каноны, которые запрещали умерших, бородобритыми, отпевать и считать сорока уст. Вот какое дело. Их приравнивали, как к капсам смердящим. Нам православным-то легко разговаривать. Вы зайдите в храм, ну, большой храм имею в виду, где много икон, и посмотрите. Ведь это не просто выдумка какая-то. Если вы считали мои материалы, это на тему о бороде, сейчас мы закончим, больше к ней не будем возвращаться. Вы на форуме, зарядите слово борода, или на сайте, лучше на форуме, там более полно даже, и вы увидите, что если Давыда над слугами насмеялись, и он их не пустил в Иерусалим, земной Иерусалим, не небесный, а отправил в город проклятие Иерихон, пока не отрастут бороды. Значит, понимали так, да, Библия, тогда это Библия говорит. И если дочь Дина была изнасилована у Якова, написана обещещена, то тут стоит слово, ибо слуги Давиды были очень обещещены. В Библии ни одного лишнего слова нет. Это Дух Святой сказал. То есть это хуже изнасилование. И говорить, что это не зависит, ну, это просто мы под стихию мира гоним. Я был у баптистов, и у них есть журнал старый, баптист, ну, 16-го года еще. Вся молодежь, все с бородами, до одного баптисты. А сегодня ни одного нету. И я говорю, скажите, вот если бы сейчас все носили бороду, как ты делал Кастро, вы носили бы, они говорят, носили. То есть вы смотрели, как в мире. Я говорю, значит, согласитесь, Павел говорит, мы поступаем по стихии мира, а мы на это не смотрим. Это мой образ, зачем я его буду говорить, важно, не важно, не мне рассуждать, Бог так создал. Она у меня выросла. Я ее не прикасаюсь. Малым верен, во многом будет верен. Я вас не зазираю, ничего, просто говорю. Тема о бороде закрыта. Все. Говорите дальше что-нибудь. Вы знаете, гораздо более серьезная тема, намного более серьезная, это тема чья дородия, контрацепция. Это такой грех, который просто уничтожает людей, понимаете? Это настолько по-антибиблейски, что сейчас социальную доктрину пытаются использовать для оправдания, они говорят, не абортативное. То есть они грешат грехом, за которое Бог Ананне умертвел, понимаете? Они не хотят детей, они не доверяют Богу. И сейчас я с православными в драку вступаю за то, что я говорю, найдите мне у святых отцов оправдание этой мерзости, понимаете? Вот этого взаимного ананизма. Ананизм от слова грех Анана. То есть когда супруги садились и сейчас среди православных они за социальную доктрину цепляются. Я говорю, а где в социальной доктрине оправдывается ананизм, что там можно... Ну, там написано, что надо в этом случае к батюшке обратиться. Как я говорю, это не означает, что у вас разрешение на этот грех. Вот. Ужас. Стерилизацию оправдывают. Ананизм оправдывают. Вот это проблема, вы знаете. Потому что те, которые занимаются искусственным предохранением, они лишаются благословения, они проклинаются и не могут быть спасены. Об этом говорит Слово Божие. Чедородием спасается жена, во-первых, плодите из себя и размножайтесь, в Бог умерщвляет Анана, взять Климента Александрийского отцов, Блаженного Августина, Лактания, ну, вы знаете этих святых отцов, да? Да там можно старцев афонских цитировать и цитировать, что Паисия, вот, греческого старца, который говорит, что за предохранение это тяжкий грех, за который Бог лишает благодати. А я, вот такое есть преображенская братца, отца Георгия Кочеткова, вы знаете, наверное, да? Неужели не знаю? Мы лично знакомы. Его люди ко мне приезжают каждый год. Да. И вот я беседую с одной. Она говорит, это моя осознанная позиция, что контрацепцию, не брататин, можно применять. Я говорю, да вы шо говорю? Это что у вас духовный, у вас духовник такому учит? Но она как бы избегла так. Мне главное, что мой духовный отец, а не то, что старцы говорят. Меня это очень, очень расстроило. Вы знаете. Я бы на это даже разговаривать не ставил. Виктор, это время даже не тратьте. Когда Слово Божие говорит, предохранение может быть только в одном случае. В одном только случае. Как? Воздерживайтесь друг от друга, Павел говорит. Правильно. А потом, а потом, а потом, будьте вместе, чтобы не исполнял вас сатана невоздержанием вашим. Правильно, да. Больше ничего нет. Ну как, у святых было такое, они сразу соглашались, как житие святого Фомы, по разным углам, муж с женой. И жили, не зная друг друга. Да сегодня мы должны в этом увидеть другое. Что это все-таки высев, который сделали священники. Они самые главные виновники. Они начинают академии оканчивать, семинарии с одной целью оправдать любой грех. А Давид говорит, да не уклонится сердце мое до извинений дел греховных. Да, 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 да. А тут в Америке есть храм, где практикующие гомосексуалисты уже причащают Американская православная церковь, вот есть храм в Бостоне. Мерзость. Говорите конкретно сейчас лично вас, что касается. Вы хотели о катехизации поговорить? Ну, я хотел многие вопросы затронуть. первый вопрос... Да, я говорю, мои действия какие. Я, допустим, ну, группа людей, ну, надо, чтобы кем-то заниматься. Группа, это может быть один человек, но нас уже двое. У меня есть книги, которые вы зайдите на сайт, на сайт. Вы на него заходили или на форуме были? Ну, конечно, я там столько читал, что... Ваши книги я там перечитал, одну кистине вот это, православие, я перечитал ее, она очень мне близка, по духу. Ваши проповеди нам переслушивал. Ну, очень близко много, что я могу сказать? Я, в общем-то, мы можем быть близкие. Меня интересует вот практический вопрос. Сейчас и конкретно уже... Степан Шкоду делает, мы с... Степан... Степа, 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 это мой младший сын, вот он, Степа. Ну, вот давай его в лагерь к нам. Привози, приезжай сам, он в детский лагерь. Нашему родниче исполнилось 40 лет. Я основатель его. Спасибо большое. Спасибо вам. Это отец яким-то там у вас, да, священник, да? Да, брат родной. Он на 5 лет моложе меня, а мне 73 года. Мне отец диакон такой, Дмитрий Добронрава о вас рассказывал. Он сейчас под Агафангелом. Он с вами общался. Дмитрий такой диакон, отец диакон Добронрава. Вы, наверное, не знаете, да? Нет, не помню. Наверное, что с вами он звонил к вам там. Можно. Собирался по Теряку приехать. Да. Дмитрий такой, Дмитрий. Так, я возвращаюсь. Сначала передаю вам свой опыт. Если вы зайдете на наш сайт, то только откроете сайт, именно сайт. К истине один. Народ Ру. Это сайт. И на сайте, как зайдете, слева написано, книги Игнатия Лапкина. Только ткнете, чтобы перекачать книгу, требуется, ну, одна минута примерно. Третий том открытым оком. Себе где-то запишите на бумажке сейчас. Третий том... Сейчас, секундочку. Да. Как вести занятия в группе людей? Вы можете... Одну секундочку. Одну секундочку. На секундочку. На секундочку, Лиля. На секунду. Так, я взял ручку. Значит, перейдете вы на сайт. Сайт называется К истине. К истине один. Лишит. По латинскими буквами. Да, да. К истине один.народ.ру. Все. И когда зайдете, слева написано книги Игнатия Лапкина. И там зайдете открытым оком. Ну, там 33 тома у меня. Они по 752 страницы. И третий том. Третий, запишите. И там идете. Пособие по изучению Евангелия от Марка. Если у вас будет группа, даже одна жена, кого-то пригласите. И начинайте по этому. Это лучшим руководством я не знаю. Вопрос. Игнатий Тихонович, вопрос у меня. Понимаете, у меня проблема вот в чем. Что люди, которые я вот, например, там одни армяне согласились катехизацию проводить. Я с ними два урока провел. Но проблема в том, что у этих людей нету дисциплинированности. Понимаете, нету как бы отдачи. Вот я провел урок, но движения нету с их стороны. Понимаете? Вот так. Мне кажется, что оглашаемый уже должен, во-первых, он, если человек курит, его нельзя допустить к блуду живет, его нельзя к оглашению допускать. Должен быть минимум устремленности к Господу. Минимум. И оглашение невозможно провелить с людьми, у которых нет устремленности к Господу, к истине. Понимаете? Вот в чем вся проблема, что согласных-то много, что послушать там. Но мне кажется, что катехизация, это все-таки процесс обоюдный. То есть я даю пищу, люди принимают пищу, и они двигаются, делают какие-то усилия. Понимаете? Вот, например, у меня с преображенским братством проблема, что у них там на оглашении люди, которые курят. Это уже признак того, что человек не хочет от греха отказываться. Понимаете? Вот. То, что Кочетко правильно говорит, это то, что не просто лекторий, это работа с людьми. Работа. И вот у него методика отца Георгия Кочетко мне очень близка. Вот это то, что должны по-русски молиться, люди должны понимать. Вы согласны с этим, что должен быть перевод на русский, что люди должны понимать, вот, как они молятся об служении, должен быть хороший русский перевод. Как ваше мнение? Мое мнение то, что так это нужно, но есть определенное определение. Самому не придумывать ничего, чтобы церковное начальство одобрило этот перевод. И мы понимали, что за этим стоит. И поэтому мы пошли несколько другим путем. Мы стали добиваться через наш сенот РПЦЗ, через Ефтихе, который был категорически против наших попыток во время богослужения все читать на русском языке библейское. Это ветхозаветное чтение, новозаветное и псалтырь. И ничего остальное у нас в таком виде мы добились, и сейчас идет. Это практически больше половины богослужения у нас идет на русском языке. Дальше нельзя. Нам свесут голову. Я смотрю сюда как практик реально. Возможно это или невозможно? Невозможно. И теперь... Но это мы уже подтягиваем, немножко учим. То есть мое желание здесь не может быть сегодня выполнено. Должен быть епископ за это. Епископ был против. Без епископа мы не можем. Мы здесь очень осторожно подошли. Он сказал три года, чтобы разговора не было. И мы три года день в день выдержали. Нигде на нас нападали, а мы молчали. Через три года бы сказали, Владыка. Время кончилось? Дайте нам ответить. Зенот не ответил. И он был у нас и склонился в конце концов к тому, что сам стал делать переводы. И все так и ахнули. Это как же так лапки насумели переломить такого непокоривого епископа? Понимаете как? И мы сказали, вот вы не принимаете на катехизацию. Я бы это слово... Если у меня, это наше право, конечно. Я бы его заменил на это, сказал изучение Слова Божия. Изучение Слова Божия могут все. А отдача не сразу начинается. Не сразу. У меня опыт ровно полвека нынче исполнился. Я непрерывно вел занятия везде. В разных городах, на телевидении, в университетах, школах, милиции. Настоящее занятие. И постепенно эти люди сами отходят. Они услышат от меня и о табакокурении. В университете приходят разные люди. Приходит один. Приходит с бутылкой. Я на моих глазах разбил, табак выбросил, все закончилось. То есть тут нужно, конечно, терпение и подход. Ходить могут все. Но куда они у вас собираются? Домой ко мне. Если домой ко мне идут, я наказываю курящие, чтобы с собой табак не брали и не пахло. То есть они стараются этот день уже не курить. В университет, который были, мы предупредили не курить. Не курить в этот день. А он курит. Мы запретили приходить даже в университет на занятия. То есть тут нужно выбрать золотую середину. Я просто делюсь опытом. Я не навязываю вам ничего. Вот такой у меня опыт. И когда третий том, вот этот откроете, и там написано «Пособие». Запишите, какой заголовок искать. Сейчас. Пособие по изучению Евангелия от Марка. И там написано, как нужно вести себя, какие вопросы задавать, и все указанные места Писания читать. А для этого вам нужно скачать будет еще три книги. Там же. Новый Завет мной выпущенный с толкованием блаженного Феофилакти и с моими комментариями. У меня у Феофилакти есть трехтомник полностью. Наш, наш. Сейчас, подождите. Ну, красного цвета. Ну-ка, покажите. Одну секундочку. У меня идет обработка работы, видишь? Одновременно я в YouTube закачиваю. Вот такой благовестник. Нет, это не наше. Это все. Наш, это скачайте. Он идет с комментариями, которые я даю. Комментарии мои личные. 297 комментариев. А, нет, нет. У меня по благословению святейшего патриарха Алексея. Я знаю, это я в руках его держал. Тут продавали его. У меня трехтомник красного цвета с закладками. И 240 иллюстраций цветных в нем. 240 листов. Это страниц. Это мы сами раскрасили его. И вот когда вы будете по этому пособию изучать, то там дается указание, какой вопрос, какое место считать. И по трехтомнику данные места еще открывать, чтобы все начинали участвовать. Независимо от их уровня. Этим вот я занимался, допустим, только в последнем университете 17 лет. Да. Я понял, да. И когда вы начнете заниматься, результаты обязательно будут. В первую очередь, вы сами начнете духовно расти. В первую очередь... Скажите, вы комментарии только феофилакты используете? Ильяна Златоустава тоже? И других отцов? Комментарии, это означает, я раскрываю шире по другим святым отцам толкование блаженного феофилакта. Я выделяю это место, делаю жирным, и внизу дальше отделяется двумя черточками, и написано И.Л. Это Игнатий Лапкин. И дальше, что сегодня, как это выглядит? Я, допустим, он говорит, нужно, чтобы все знали содержание Святой Библии. Нет, теперь я беру и всех мест. Что об этом говорит блаженный Августин? И.Ан Златоуст. Что об этом И.Ан Кроштадский говорит? То есть я широко делаю, но где такого нет, ничего сказано. Вот я конкретно сравниваю с сегодняшним. Почему они не делают? Задаю как бы вопросы, но вопросы уже даю и наталкиваю на ответ. Они не хотят делать. Иногда привожу ответы людей, может быть, даже и не сегодня канонизированы. Вот Иларион, который с патриархом Тихоном был. Ну, то есть надо это скачать вам. В этих, на нашем сайте все эти три тома есть. Вы их скачайте себе. Ага, понял. Желание можно и выписать, мы можем вам прислать. Эти тома, три тома, и для слова Божия нет ус. Себе чертите, какую книгу взять вам еще. Для слова Божия нет ус. Да, я ее видел, я ее видел там, эту книгу. Вот эти четыре книги, трех томник, и для слова Божия нет ус. Они посланы мною в подарок патриарху Кириллу, Путину, и бывшему президенту Медведю. Он тогда президент был. И посланы архиереем, и одновременно 125 священникам подарил я. Вот мы сейчас с благовестящей с комиссией проехали за три месяца, три месяца, одна неделя, мы проехали больше 50 тысяч километров. Мы подарили книги наши на 3 миллиона 150 тысяч в библиотеке. У нас было 240 городов и районных сел. Это только в этом году. Я сейчас в Ютуб выставляю. Ютуб у вас работает? Ну, конечно, да. Вы туда зарядите два слов. С два слов заряжайте. Игнатий Лапкин. Мы сейчас с двух концов из разных городов начинаем выставлять мои ролики. Каждое воскресенье у нас проходит после литургии, или когда батюшки нет после богослужения, собрание в трапезной. И я каждое воскресенье, вот сегодня ночью, я выставил 5 роликов. А после того у нас тут трапеза и начинаем занятия. Но занятия медленно идут. Мы приближаем все к сегодняшней жизни. Вы заходите на мой мейл.ру мой мейл.ру Игнатий Лапкин. Да, да. В друзьях будете получать от меня большую рассылку. И там, где видео, зайдите в мои ролики. Отдельно там есть собрание. Это 100 наших роликов стоит. Наши, все ролики наши. Занятия. Вы найдете себе по душе. Вот я коротко от Галины Ивановны от вас о вас получил. И я понял, что мы можем быть очень-очень близки с вами. Мое сердце прямо вздрогнуло. Неужели это Господь на молитву уже отвечает? Я все время говорю, Господи, Я давно вас слышал. Мне очень много рассказывали. Я общаюсь с протестантами очень много. Я бывший баптист. И первое, что мне такой еще отец, он был в РПЦЗ. Отец Олег такой. Он живет в штате Вашингтон. Олег Гриценко. Я в Вашингтоне был у Потапова. Виктора жил. А, Виктор Потапов. Нет, это вы говорите о столице. Штат Вашингтон, он находится на западном побережье. Это немножко два части. Я был в Атраменте, Санкт-Франциско и долго жил в Лос-Анджелесе. Ага, понятно. Но и он мне переслал видео. Это было уже года четыре назад. То есть ваше имя оно четыре назад мне уже. И я чем близко было, потому что к вам прислушиваются протестанты. Они не будут прислушиваться там фильм каких-то. Вот когда Вы говорите, баптисты сразу начинают слушать. Понимаете? И я подумал, вот что у Вас такое? И я начал вот читать вот этот к истине. Я перечитывал очень много. Очень много там. Первое, первое, что мне понравилось, что Вы основаетесь на Библии. Вот это первое, что их притягивает. Второе, Вы не просто основаетесь на Библии. Вы даёте святоотеческое основание для своего подхода к Библии. Понимаете? И вот этот момент, именно святоотеческий подход, то, что баптисты многие не понимают, зачем нужны святые отцы, зачем нужна апостольская церковь с апостольской преемственностью, с таинствами и так далее. То есть, понимаете, то есть, Вы делаете как бы пролом такой в протестантском сознании, вот это вот еретическом, что только Библия и всё. А откуда Библия взялась, понимаете? То есть, тут историю можно копнуть. И вот эту вот вашу книгу о кистине кистине православия. Да, да, я дал одному баптисту Мартыненко, он вконтакте такой Мартыненко, если Вы, наверное, не прав, Мартыненко. И он говорит, интересно, он никак не может православие перейти, потому что вот это вот ещё, вот зачем заму умерших молятся и то. Я дал ваши ссылки на ваши комментарии, понимаете? очень тяжело идёт работа с протестантами. Есть такой еретик, Журавлёв такой епископ, слышали о таком? Да, знаю, знаю. Еретик страшный, это, понимаете... Его называют клоун, клоун. Да, да, он харизмат, он прелести бесовской, понимаете? Он молится на этих языках, это ж прелесть, понимаете, бесовская. Это одержимость бесовская. Да, да, ужас, харизматия. У него женщина поп есть, он высветил недавно на женщину, попом сделает. Вот. И я тоже общался с этой, называется реформанская церковь такая. Там есть люди неплохие, искренне ищущие истину, понимаете? Да. Но они говорят, мы на Библии, на Библии, и я даю ссылку на ваш сайт. И они пытаются что-то, но не доходит. Вот где эту брешь проломить? Ну, слушай внимательно тогда. Я вопрос понял. Моя работа с сектантами основана на любви к ним. Я обратился, то есть я родился в киржатской семье, что есть Бог, страшный суд, вот для Слова Божия нет уст, там все описано. Но Евангелие, Библия в руках не держал, не знаю. И когда наш корабль стоял в Венспелсе, и Господь меня уловил на том, что я очень любил нищих, бабушек. Я меня сумками, я решил подмозь и спросил, есть ли на дом баптистов, а мне Господь давал легко знание языков разных. Я уже через 3 месяца приехал в Латвию и уже разговаривал на их языке. Я зашел в латышскую церковь, там баптистские, как раз объединены были с 50-никами в то время. Государство объединило их христианская, евангельская вера. Я стою и я не понимаю, что они говорят. А он меня спрашивает, ну как, я говорю, я не понимаю, что он говорит, как не понимает, а разговариваем по-латышски. Он говорит, ну вот здесь вот показывает, другая дверь, выход, есть русское собрание, оно небольшое было. Я зашел, бах, так я и по-русски не понимаю. Там другие слова, слово благодать, а у них на простыне вышито было блаженство, блаженно-нищие духа, мы дали это. Но меня пригласил домой Иеремия Михаила Александрович, и они дали мне новый завет и сами вышли в другую комнату. Меня никто не уговаривал, не просил. Я начал читать и понял, это именно то. И в этот вечер я принес покаяние. Вы из сектантов. Я не был там, но я весь пропитан был этим духом любви к Слову Божию. И когда первый раз склонились, они, 50-ники, стали, ну по-своему, никаких языков нет, ничего, но я просто говорю о них. А я стал кланяться поклоны земные. А они услышали движение ветра, так как в день 50-ницы-то. Открыли глаза, я кланяюсь. Они говорят, ну ладно, пусть пока так. И говорят, ну помолись своими словами. А о чем я молиться-то буду-то? Но Богородицу считают достойно Отче наш. Я знаю, что я умру, я буду в аду, это я точно знал. Меня, главное, никогда сознание, сердце, совесть не обманывали. Я грешник. Я не блудник, Бог меня сохранил, я женщину вообще не знал. Никогда. Я не своровал, меня Бог провел, просто подготовил меня к принятию истины. И в этот вечер я склонился на колени просить. Чего просить? У меня все есть. Я на корабле добился разрешения сдать три курса мореходного высшего училища, три года, трехлетнюю программу за один год. По выбору комиссии на английском, немецком или французском. Это чего-то стоило. Я понял, что у меня все есть, прекрасное здоровье, но у меня нет веры. И я решил закрыть рот свой уста и сказать, Господи, у меня нет веры. Вот в этой книге, чтобы я всему верил, что написано. И мне показалось, как с меня после долгого путешествия рюкзак снимают. Я, кажется, даже качнулся на молитве. И как эхо, этого не было, но мне как бы показалось, как эхо по комнате верю, верю, верю. Я встал, и вот сейчас 51-й год. Я не засомневался ни в одном слове. Библия для меня это основа всего. Я по сознанию протестант. Если бы у них было то, что я хочу, я был бы сегодня у баптистов. Но я никогда там не буду. Почему? Они не церковь. И беседуя с ними, они говорят, ну вот если мы перейдем, а не будем молиться умершим, как мы? Пожалуйста, не молитесь. Я об этом ходатай. А вот если мы будем, и у нас не будет икон, ну, и это иконы не спасают. Я говорю, и без икон можно. Ну, вот вы говорите, бриться, это вопрос другой. Это касается нашей плоти. Желательно, чтобы не брились. Я об этом буду говорить вам постоянно, и вам надоест бритву сбросить. У меня все, которые знакомы, они в один день уничтожают это. Так, ну вот вы говорите, что, и дальше начинает говорить, вот обязательно должна быть такая одежда. Можете быть нормально, но без галстука. Застегнутая на пуговке, ну, как в армии. Я согласен, ничего не будет, но самое главное, чтобы у вас был епископ, рукоположенный от апостольских времен. Это мой самый центральный вопрос. Если этого нет, вы не церковь. Вы начались от лютера, от протестантов, от Джона Уклифа, от кого угодно, от Марония там, от Елены Уайт. У вас нет связи. И мы их того накалили, они поехали, избрали своих людей, поехали в Нидерланды, везде приехали. Нету. Связи нету. Я в одном месте проповедую в городе у баптистов. И 450 человек одновременно согласились за один вечер перейти в все православия. Сколько? А? Сколько человек, царя? 450. Ого. Так. Но, и вместе с пресс-фитером. У меня были пресс-фитера, и старшие пресс-фитера каялись. Но они мне поставили только одно условие. Условие, которое я должен выполнить. Но я его не мог выполнить. И поэтому никто не перешел. Вот сегодня я бы мог это сказать. А тогда у нас не было общения. Они сказали, покажите нам такую общину, о которой вы говорите. А у нас была всего маленькая группка. Я говорю, этого не могу показать. Вы покажите священника, который выполняет, где нет торговли, где все так, как вы говорите. Я говорю, сегодня есть наша община. У нас ни торговли, ничего этого нет. У нас за 7 минут мы обязаны войти, особые наблюдатели и 7 минут гробовое молчание. Мы все углубились в молитву подготовка к богослужению. Открылись врата царские. Священник произнес слово, началась молитва. У нас никакого движения нету. Мы пришли в дом молитвы. Наши порядки некоторым кажутся строгими. Недавно писали в газете, говорят, в общину Лавкина попасть нисколько не легче, чем отряд космонавтов. У нас запрещено к нам звать. Запрещено вербовать. Вот люди хотели бы к нам прийти, мы закрытое общество. Почему? Мы ждем сильно, чтобы он хотел, подчинился уставу и тогда мы его примем. Только тогда. А с кем бы я не трудился, где? Вот я вчера сказал, если бы я не придерживался этих принципов, наша община была бы ну примерно 15 тысяч человек. 15 тысяч. А нас 100 человек нету. Почему? Все, кого я где работаю, кого охватываю благовестие, мне направляют в храмы Московской Патриархии. И там уже сколько из сектантов стали священниками, православными, даже магистр богословия, бывший немец, Менонита этот, Геннадий Фаст, он в Абакане. Ой, он мне очень нравится, Игнатий Тихонович. Это мой самый любимый, наверное, из проповедников современных. Это мой духовный сын. Ой, это сила. Теперь, да, 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 да. Он везде, главное, что он не перерубил эти корни. Где бы он не выступал, он говорит, в доме Игнатия Лапкина «Я узнал о истинном православии». И вот зайдите на наш форум и зарядите Фаст. На форуме, где вы были, на форуме. Фаст Геннадий. Хорошо. И как именно наша первая беседа прошла, она была записана на магнитофон, и он что об этом говорит. Дальше. Вот такой был убитый здесь отец Григорий Яковлев. Кришнаид отрезал голову. Слышали? Слышал, слышал, слышал. Воюрный племянник главного идеолога СССР Суслова. Он обратился в моем доме. Это все мои, мои, мои дети. Вот. Тут военные следователи, меня когда допрашивали в КГБ, они показывают, вот этот вот человек, следователь там, майор, он стал православным батюшком. Какого человека вы погубили у нас? Он сейчас батюшкой. Бывший военный следователь. КГБ. Я мог бы показать, вот, допустим, старший пресс-митер обратился там, сектантов. И все на одном вопросе. Вопрос рукоположения. Это центральный центр всего. В остальном, во всем они лучше нас. Баптисты, 50-ники, они прекрасные люди. Я это говорю везде. Но они не церковь. Вот понимаете, когда они это слышат, что я о них говорю о добрительных тонах, им это очень нравится. Они меня ищут. Мы в Чикаго выставили материал. Но когда узнают, что я говорю, что они не церковь, они говорят, нам противно его слушать. Ну, потому что вы правду говорите. Понимаете? Вы знаете такого Хуберьянс, Владимир? Он везде, у них глазная мазь против этой прелести харизматической, они выставляют видео. Владимир Хуберьянс такой, слышали, да? Нет, не слышал, не знаю. Вам ссылку переслали глазная мазь? Очень интересно, их нет. Ну, а почему? Они мемонитами были, сейчас они свою церковь основали, которая не церковь, конечно, есть. Там 20 века. Что ж там? Вас не смущает то, что, когда говорят, а вы укажите нам рамки церкви. Где рамки? За этой рамкой уже нет церкви. Границы проведите. Я провожу ее очень четко. Вы выслушите, не соблазнитесь только. Только там, где есть апостольское рукоположение. А это? Пальцы загибайте. Первое. Католическое. Второе. Православие. Ну, католическое, это старые и новые католики. Православие. Это греческое, там, какое бы оно ни было. Это Агафангел, это Тихон, пасечник, это Капрал. Разницы никакой нет. Православие, имеющее херотонию от апостольских времен непрерывно. Третье. Григорианы-армяне. Четвертое. Копты и Пятые сирийцы. Все. Дальше все остальное за гранью церковного понимания. И поэтому я признаю, что там в каждой есть полно ересей, но это церковь. Вот такое мое понимание. И это я легко любому епископу, любому митрополиту докажу. И поэтому, если я вижу священника, католического, я с ним знакомлюсь и подойду под благословение. Ну, я с вами согласен. Я вам скажу так. Я перечитал за истинную православие нашу книжку. Я 90% воспринял. 90%. Редко, когда я воспринимаю 90%. Я читал проповеди Кочеткова, но там где-то 70% я у него воспринял. То есть необходимость катехизации, духовного возрождения оглашенных перед крещением. То, что крестят невозрожденных духовных людей, это преступление, я считаю. Понимаете? Да. Это, понимаете, это полное нарушение Библии. Если мы возьмем Новый Завет, вот Новозавет не у церковь, там были свободные молитвы. Понимаете? А мне говорят сегодня, нельзя молиться своими словами. Я говорю, почему? Да. Почему? Даю им цитаты из Библии о воздыханиях. Понимаете? Потому что люди не имеют личного общения с Богом. Они не приняли Христа. Они не знают, что такое личное отношение с личным Богом Троицей. Через кровь Иисуса Христа. Понимаете? Да. И не имея этого личного общения, это превращается в мертвое обрядоверие. Абсолютно верно. За церковно-славянский язык. Они говорят, ты не православный, потому что ты против церковно-славянского языка. Я говорю, я не против церковного, я говорю, я вам процитирую и Филарета Московского, и Феофана Затворника, которые говорят, что нужно тексты сделать понимаемыми. Понимаете? Я уже цитирую святителей русских. А почему люди не могут? Потому что они уцепили за внешнюю форму. Вы понимаете? Там нету Духа. Духа-то нету. Вот. И они ходят, они вычитывают молитвы, они не молятся. Вы понимаете? Он стоит два часа, вычитывает молитвы перед причастием. Я говорю, ты что ты делаешь? А мне батюш сказал все это вот прочитать. Я говорю, зачем ты это делаешь? Ты вообще знаешь, что святые отцы о молитве можно два слова сказать из сердца и Бог примет. Это будет гораздо более приятнее, чем ты стоишь и вычитываешь то, что ты даже не понимаешь. Понимаете? И у меня вот эта проблема, что люди, люди, они уцепились за внешнюю форму, а духовного нету. Понимаете? Нету. Вот. И я вот пытаюсь, значит, у меня тут вопрос. Вы своими словами молитесь на оглашении вообще? Как вы молитву своими словами, как вы ее практикуете вот у себя в общине и на оглашении? Это очень такой вопрос для меня важный, серьезный, потому что я это практикую. Так, смотрите. Мы берем за эпиграф слова апостола Павла. Открывайте свои желания перед Богом. А как их открывать, если ты ничего не говоришь? Мы молимся своими словами и у нас своими словами составлены молитвы, отпечатанные и люди знают их. Но тут вы уже сразу настройтесь на то, что мы можем в чем-то не так понимать. Вы сказали, вот нужно высчитать два часа, они не понимают, зачем это. У меня другой подход. Высчитывать надо понимая, а не то, что я два слова скажу и понятно. Я за то, чтобы все посты отменили православные, кроме Великого Поста и Среды и Пятницы. Это апостольское правило. Апостольское правило. Его нельзя убрать. А остальное монахи придумали там в пятом-десятом веке. Но! Но! Я православный. И есть такое выражение грубовато, без дураков. Я точнейше выполняю все предписания относительно Поста. Вот сейчас с 19-го нет рыбы, у нас рыбы нету. Если в Среду и Пятницу нет растительного масла, у нас не будет. Это даже в нашем детском лагере абсолютно беспрекословно. Но я всюду говорю, Посты эти не евангельское устроение. Они не нужны, но я православный. Я согласен, что не надо вот это читать, но положено читать. И я перед каждым причастием вычитываю все каноны, все читаю здесь, и считать, где возможно молитвы заменить на русские. Мы каждый день поклоны... Вот у меня с собой лестовка, я покажу, вот смотрите. Виктор, посмотри. Вот четкий. Вот так, да, да. Четкий это 100. Вот 100 поклонов. И у нас апостол Павел говорит, ты себе запишите, я что скажу. Псалом 118. Ага, да, да, да. 164 стих. 118, 164. Записали? Да. И там написано так, семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Семикратно. Ну, то понятно, семь раз. Он помолился один раз, отметил, чтобы не ошибиться. Иначе будет шестикратно. Это место, Иоанн Златоуз говорит, так толкует, что если Давыд, будучи обременен столь многими государственными заботами, находил время для семикратной молитвы, то как ты оправдаешься? И поэтому, где бы мы ни ехали, вот мы в путешествии, мы останавливаем машину, расстилаем палатку, разуваемся, как мусульмане, около самой дороги. И мы молимся. В одну молитву разовую, которая продолжается примерно семь минут, что входит? Входит три святоя, ну, вы знаете, Царю Небесную, Паучи Наш, и сто поклонов. Сто поклонов что означает? Десять поклонов я перечисляю. Господу нашему Иисусу Христу и своими словами. Дальше. Божьей Матери взываем, Ангелу Хранителю, Иоанну Христителю, Николичу Дотворцу. Дальше. Святые пророки, Небесная Сила, Мученики, Святители, Жены и Девы. По десять поклонов. И вот это разовое, это разовое занимает примерно семь минут. Молитва. И своими словами перед Богом открываем желание. Мы поднимаем вот так руки, все, и говорим, Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, находящихся, молящихся на небе и на земле. Это надо видеть, что в православии с поднятыми руками молятся. Но это не во время богослужения. Дальше. Господи, услыши молитву всех, кто молится о нас во благо нам. И, Господи, и прими молитву нашу о всех заповедавших нам молиться о них. И после этого говорим. Говори, Господи, Владыка, слушает и слышит раб Твой. И все склоняем головы и стоим и молча каждый прислушивается. Что Господь скажет? То есть у православных неправильный уход в Царство Небесное. В церковь неправильный. Человек должен сознательно принять Христа как своего Спасителя. Что подчеркивает сектанты лично своего. Он умер за меня, Златоуст говорит. Ты усвой это. Вот это центральное моей проповеди. И далее. Все должно быть направлено к тому, чтобы быть вместилищем Духа Святого. Эту мысль выразил Серафим Саровский отточенной празы. Стижание Духа Святого. Три слова. Я их разъясняю. То есть в каждом вопросе в домашнем, в житейском, на работе я всегда должен познавать волю Божию. Не тогда, когда мне хорошо. Я благодарю Бога за здоровье, за болезни. Мы своими словами молимся много. Вот какое. Ну-ка, дай-ка мне минуту. Мою-то кошку покажу. Подожди-ка. Сейчас. Минуту. Ну-ка, иди сюда. Пойдем-ка, рыжая. Посмотрим. Ну-ка. Вот она. Это тоже рыжая. Вот рыжая. Так у меня не одна. Сейчас покажу еще. Жди. Где ты у меня, а? Белая. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Белая. Белая, где? Она куда ушла-то? Нету ее? Не знаю. Белая, белая. Где она у меня? Ну-ка. Иди сюда. Вон она где сидит. Иди скорее. Иди что-то оттуда. Ну-ка, давай. Давай скорее. Вот, ну-ка, давай. Сейчас я ее выману. Оттуда она сойдет. Иди скорее. Ой. Ну-ка, иди. Давай. Скорее. Вот хитрая какая. Ну. Да где же ты была-то там? Ну-ка, иди скорее. Да моя хорошая кошечка. Вот так. Пошли сюда. Ой. Опа. Вот так. Вот она спряталась на третьем этаже. Посмотри какая. Ай, хорошая. Смотри, какая хвост там у меня. Как у лисы. У меня три кошки приходится. Ну, когда погода позволяет, я их там держу. На голубяке попеременно. Вот она. Ага. У меня четыре. У меня четыре, два. Я с улицы спас. Один рыжой кот я в Нью-Йорке его нашел на улице. А-а. А я вожу автого, этот, грузовики большие тут в Америке. Вы как дальневойщик? Нет. Я местный, по месту езжу, недалеко отсюда. Вот, извините, сейчас. Лиля, забери, пожалуйста. Лиля. Я тут езжу, ну, местный, я так наловчился и на дальняк. У меня семья, двое маленьких сыновей, поэтому мне нужно жене помогать. И я, в общем, далеко не езжу. Вот. Но я хочу заняться, вы знаете, я чтец вообще в церкви. Чтец. И я, чтец. В совпадении какое, а? Мы с вами, понимаете. Вы связаны были с сектантами, и я тоже. Я почему сразу ухватился за это? Ваша биография прям как будто бы многое-многое из моей биографии. У меня жена из баптистов. Она там церкви, понимаете, она с детства ходила в молитвенный дом. Вот если будет время, я познакомлю, она сейчас занята там. Она молилась, понимаете, мира, я как бы не коснулся ее. Она там на собрании покаялась. На Пухово в Киеве такая церковь, знаете, Пухово, автономные баптисты. Вы там не были ни разу, нет, наверное? Я был там, но я там у них не был. На Пухово их преследовали. Это был совет церквей в одно время. Там был ГИМС. Ой, а эти Лена назывались. Я с ними хорошо знаком. В самом начале я помогал материалы им распространять. Да, 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 да. Очень хорошие люди. И я вот там познакомился с ней, с моей женой будущей. И Бог мне все грехи простил. Все грехи, которые были православные, такое мнение. Была какая-то группа, там Олег Стеняев приезжал. Знаете такое? Он ко мне приезжал в Потеряевку, быть с ним близко знакомо. Ой, какой хороший человек. Это просто миссионер с большой буквы православной, я бы сказал. Это очень хороший. Так он приезжал тогда к Баптисту в Библии, в руках Баптистам проповедовал. А я ничего не понимал, понимаете? Он приезжал, вел. Я думаю, что это за человек такой? С Библии приехал и православие проповедует. Вы понимаете? Я с ним по скайпу общаюсь иногда. Я на следующей неделе с ним хочу связаться. От меня поклон передайте ему. Обязательно, обязательно. Протерей Олег Стеняев, да. Он у Данила Сысоева там, знаете, такой был мученик. Да мы в этом году у него в храме были. А, здорово как, здорово. Мы помогали, собирали средства, мы знакомы, батюшка с ней беседовал. Но мы были в этой неделе и не были. Матушка Юлия, Юлия, матушка, да, 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 да. Я считаю, что он мученик 20 века. И никто за 2000 лет так не любил мусульман, как он. Никто, никто. Он на татарском языке служил и обратил 100 мусульман, представляете? И он говорит, надо переводить для татар на татарском. Он не был против перевода даже на русский. Это был настоящий миссионер, вы знаете? Настоящий. Да, с большой буквы. Его убили, мученик. Вот, так я немножко отступила тема. Я ходил на Пуховой, там с женой познакомился, будущей. Нас там венчали. Вот. И потом я уже, мы приняли православие в 95-м году. В 91-м я в Америку уехал. А в 95-м мы приняли православие. Моя жена, ну и уже дети и все. Вот. Но только мира помазали, мира помазали. Вы признаете вообще крещение у баптистов или нет? Нет, не признаем. Не признаете, да? Нет, у нас все перекрещатся, потому что нерухоположенные, они не имели права крестить, будучи сами вне церкви. А католиков признаете крещение у католиков? Понимаете как? Вот у нас не было этого случая, ни одного католика не было. Но крещение не с полным погружением троекратным не признаем. От кого бы оно ни было, хотя бы от московской патриархии, от зарубежных, не признаем категорически. Это вопреки канонов. И кто допустил это, он должен быть запрещен в служении. Это канон 50-е апостольское правило. У нас абсолютно все 719 правил соборов выполняются до единого. Это было очень-очень непросто. Но теперь это все без натяга идет, ровно. Истинное православие, православные, даже где вы бываете, они, может, даже батюшки не нюхали его и не знают. Истинное православие – это целомудрие, это широта, это любовь, это смирение, это время благовестия. Все на благовестие до одного, как вот свидетели Его выходят. Конечно. Так это в Библии все есть. Понимаете, мне часто такие псевдоправославные говорят, «Так ты же не православный, ты протестант». Я говорю, «А что я протестант?» Принять Христа – слово в Библии. Понимаете? Принять Христа. Это принявшие Христа. Я говорю, вы говорю, Библии не знаете. Библия – это основа православного вероучения. Святые отцы все основывались на Библии. Он говорит, если я применяю слово «принять Христа», то я баптист. Понимаете? Они вообще не понимают, что они говорят. Многие люди, это я называю псевдоправославием. Понимаете? Но Олег Стеняев такое не скажет, потому что этот человек, он Библию наизусть знает. Понимаете? И у меня… Да. Я не пользуюсь этим словом «псевдоправославие». Это слова запускает такие, как «дворкин». Я просто говорю, они не имеют духовного рождения, и они не полюбили Слово Божие. У меня все основано на Слове Божьем. Никакой вот этой мистификации, что они говорят, слова не применяю. Я их знаю. Вот слово «проблема», «проблема»… Вы знаете дальше. При слове «проблема» я отворачиваюсь. Я у меня это слово… Да-да. Александр Леонидович, вы не хотели бы прийти на занятия в Алтайский технический университет? Это один из крупнейших университетов в Сибири. 21 тысяча студентов. А Хлопкин? О, это «псевдоправославный», он не видел, ни одной книги не считал. А его книги я «псевдодной» считал. Я за ним слежу очень внимательно. Он вживе стихтанта не видал и не знает. То есть он видит, глаза видел, он духовно не проник. Вот на днях у меня на моем форуме я выставил батюшку от протестантов, просто найдите там. И он был, скорее, харизматов, ну из 50-ников-то. И он говорит, я не знал Бога, там, курил, пил, я как много там получил. Вот это корни не обрублены. Это абсолютно правильный подход. Но я всегда ощущал нет полноты. Вот как этот Питер Гилквиз «Возвращение домой». Считали? Я его знал лично, я его лично знал. Ну вот это, на моем форуме он стоит. И когда наш сайт называется «Православный библейский сайт», у людей несовместимость «Православный библейский». Как это так? Но когда я встречаюсь с батюшками, им начинаю показывать это дело, они замолкают. Вот, а я знаю славянский язык, церковно-славянский. Я говорю, ты хорошо знаешь? Да. Я говорю, мертвый язык. Абсолютно мертвый. Ну и как? Да ты ничего не переведешь. Переведу, я говорю, говорит, так, вот мы в магазине. Когда я заходил в магазин, то у ботинка развязался шнурок. Я наступил на него, упал и расквасил нос. Переведи. Ты умрешь здесь, гниешь, поп. Не переведешь никогда. Ты не знаешь язык. Это мертвый язык, на котором никто из людей, из народности не разговаривает. Лучше пять слов на родном языке, чем тьму незнакомому. Что непонятно? А книга пророка Ниемии говорит, так говорит, читали и добавляли толкование, так что все понимали. Вы ненавистники. У меня иногда спрашивают, ну вот столько лет вы, я все время на верхотуре, все время сектанты, миссионер, 50-летний стаж, это что-то. Ну и какие у вас наработки? Вот последнее. У меня наработок вообще нет. Я просто, те вопросы, которые однажды уже разрешены, они у меня углубляются. Я думал, что главная причина, что православные не знают живого Бога, это церковно-славянский язык. Но проходят годы, я понял, это не это. Главное здесь препятствие богослужения. Как это ни странно. Люди его не понимают и думают, я отстоял и все. И они принесли нам монахи не евангельское христианство, а монашеское. Поповское. Греки принесли, привезли. И вот надо вернуть все к истокам. Ну а как дальше, что? Я дальше стал работать, и вдруг я открываю, что и это не все. Главные виновники монахи. И у меня отлитая форма теперь. Монашество. В том виде, какое оно есть, принесло зло. Больше, чем масоны, коммунисты, фашисты, вместе взятые в тысячу раз. Они заблокировали самые лучшие силы. И не выпустили их. Как пишет Андрей Кураев, дьякон. Он говорит, я проехал по местам вселенских соборов, там только развалины. Я не мог даже свечу затеплить, везде враждебные взгляды. Мухаммад, это Магомед, умер в 632 году. За пять столетий не нашли Кирилла и Мефодия послать к этим народностям. Обрали с них налоги. И встретились только уже на полях сражения. Это бич божий. Это отрыжка монашеской жизни. В монахи шли не слабаки. Туда шли люди с крепкой психикой. Но они их глушили. И как сейчас вышла книга Сидорова, Московская патриархия выпустила. Что они говорят, выбирая из народа самое лучшее, не давая потомству, уходили в песок. А представьте, монастырь Пахомия, 11 тысяч мужиков. Тысяч! Да если бы они пошли, как свидетели Иеговы, сегодня по пустыням, везде, тогда бы что? Это означает, что Татарстан был бы православный. А Мухаммад был бы один из лучших пророков православия. Это был сильный, смелый человек, интересующийся многим. Настоящий харизмат. Ничего этого не было. Почему? Монахи. Они вылавливают. Деяния, это сказать, 12 книг Дмитрия Ростовского, фактически я прочитал на 10 раз. Это 120 томов. Я их начитал на моем форуме, на сайте. Эти тома, начитанные моим голосом. Златоуз, 12 томов начитанные, это на сайте. Этого нигде в мировой сети больше нет. И я знаю на зубок 1173 жития. И когда я 7-8 том считаю, вы скачаете их себе, 7-8, открытым оком. Я отвечаю на каждый вопрос 7-8 том. Я отвечаю открытым оком. Ну, когда зайдете на сайт, открытым оком, там 7-8 том, а там о монашестве. Я отвечаю на все задаваемые мне вопросы согласно жития святых. Ответы в кавычках идут. Я прямо беру конкретно. Допустим, святые своими словами молились или нет? Даже никто не ответит. Я привожу пример, выдержка. Святой Иларион. Выдержка в кавычки взятая. То есть я беру оттуда из жития святых. Такого-то числа 11 октября. Ян Златоуз, своя молитва. И привожу 40, 40 святых, которые молятся своими словами. Почему они так меня не надеют, православные попы? Они ничего не могут сказать. Я им даю абсолютно конечные инстанции данные. Они дать ничего не могут, кроме злобы. Я говорю, ну, уверите житиям святым? Да. Ну, давайте считать. Вот они молятся своими словами. Где у вас это есть? Дальше. Ян Златоуз арестовывает. И он, дорога, еще рассылает письма, чтобы монахов, монастыри распустить, чтобы они шли к своим народам и проповедовали на родных языках, как кельты в Англию. Почему вы это не делаете? Монастыри нужны. Но нужны для чего? Старых, заболевших, миссионеров докармливать, поить. Монашество нужно, но без обеда, без брача. Встретил хорошую, понравилось, пусть женятся. Пусть плодятся и размножаются христиане. Как-то так было у Елисаветы, Марфа-Мариинской обители. Они у нее сестричисти были, но обеда никто не давал. Она ухаживает за больными, хорошего встретила. Пришла и говорит, матушка Елисавета, я вот встретила, мы друг друга полюбили. Бог в помощь, выходи замуж. Вот это абсолютно правильное. Вот мои наработки. Чтобы вы в дальнейшем... А то я вас, получается, наполовину своего портрета покажу. Поэтому я, друг монахов, и в то же время, сегодняшнему монашеству, говорю, нужно подвести черту. Они главные виновники. Всего, что есть. В России 1275 монастырей было. Если не знаете, запишите себе цифру. 1275 монастырей, и 57 тысяч храмов. И с такой легкостью все рухнуло. Так это вот... Да не в этом дело. Почему в этом не участвовали баптисты? Они были штунды тогда. Почему они не пошли в революцию? Потому что слово Божие. Мне иногда говорят, ну вот баптисты-то пришел наркоман, или, допустим, богачев там, артист, он бросил пить. Это как? От Духа Святого? Другие говорят, да какой там Дух Святой у баптистов и сектантов? Я четко отвечаю, от Духа Святого. Всякое доброе даяние от Отца Светов написано. Но это первоначальное, они себя на этой ступеньке засушивают и идут дальше. Это от Духа Святого. Они верят. Да почему они не пьют? Да потому что вы очищены через слово, которое я проповедовал вам, Павел говорит. Слово очищает. Да, это правильно. Ну вот так. Знаете, Тихонович, ну вот я тут в Америке, так? Да. Конечно, зря ты туда уехал, сразу скажем. Тут нужны дружинки. Ну-ну-ну. Я, значит, вот тут Филадельфия. Знаете, где Филадельфия? Да я был по ней, ездил много. И я вот о потеряйке по интернету очень много. Могу сейчас читать, слушать, видео смотреть. Но конкретно, какое вот может быть между нами сотрудничество? Ну кроме, конечно, вот вы мне можете совет дать. Я могу как бы распространять информацию, ваше общение, ваши проповеди. А более конкретно, вы ведете какую-то работу, вот как братство какое-то, да? Да, конечно. Да, конечно. Вот у нас вся община есть братство. Самое большое, что вы могли бы сделать для общины, переехать сюда и жить в ней. На Руси. Тут работа должна быть. А Америка, она вся продана масонами. Там эта ювенальная юстиция вас достанет на 20 лет раньше, чем здесь. И вам ребятишек своих не удержать. Есть такой у меня ролик «Яша плащет». Не видели? А, нет, не видел. А вот зайдите. Зайдите в мои ролики. Просто в Ютубе зарядите Игнатий Лапкин. И там найдете «Яша плащет». Прослушайте со своим сыном. Как ребенок в лагере вьет веревки из матери. И дальше я говорю, откуда происхождение ювенальной юстиции, на кого она действует, почему. Будет очень полезно. Вы только в Ютуб заходите. Да, «Яша плачет». Хорошо. Я посмотрю. Спасибо большое. Слава Христу. Ну как? Да. Да, хорошо. Сейчас. Ну что, может, давайте простимся на сегодня, а потом придете завтра. Да, хорошо, ладно. Значит, Игнатий Тихонович, смотрите, с шести вечера до девяти утра, да? По моему времени, да? Да. С шести вечера. А когда вот, если я зайду на скайп, вы точно будете? Какое время? Самое лучшее. В это самое время. Вы всегда сидите за... Я всегда, я каждый день у компьютера сижу примерно 16 часов. Ого, ничего себе. И вот я 30 книг, 33 книги набрал. Я за 8 лет провел за компьютером более 30 тысяч часов. Игнатий Тихонович, вы ввели, Виктор Скуратовский, ввели мое имя, скайп, скайп у себя. Я не ввожу, никого не делаю. Я никому не звоню. Когда нужно, позвоните. У меня есть маленькие такие закавайки. Ну, придется согласиться с этим. Я никому никогда не звоню, вообще из мобильного. Я живу в крайней абсолютной бедности. И поэтому я даже здесь не приучаю себя хотя бы бесплатно. Я иногда ведро угля берегу, температура ниже 10 градусов, чтобы сэкономить на этом. Вот я когда услышал, сейчас скажу, люди говорят, ну, благословен, кто благословил. Я говорю, ты знаешь, что такое благословение? Начало благословения состоит от Авраама. Первое. Никогда не проклинай евреев. Никогда не поноси этот божий народ. Они грабители, они обобрали Россию. Тебя это не касается. Написано, благословляющий тебя будет. И почему я имею такое обильное благословение? За 8 лет у меня 38 книг вышло. Ты понимаешь, что это нереально? 750, я сам версткой занимаюсь. Набор, вот сейчас 3-4 тома моих стихов приготовлены. Но нет возможности издать. Потому что за 4 тома по 800 страниц, стихов, требуется 1 миллион 400 тысяч. Денег я не имею, поэтому только молюсь. Помолитесь там. Вы Солженицына знали лично Солженицына? Лично не знал, но я был первый в России, кто распространил архипелаг ГУЛАГ. Недавно отмечали 30-летие первых публикаций глав в Новом мире. Что? Новый мир. Журнал. А тут же было опровержение. Говорят, нет, это неверно. Ровно на 10 лет православный проповедник Игнатий Лапкин из Барнаула наполнил всю страну архипелагом ГУЛАГ. Я насчитал, и у меня была тон в студии. Самая современная магнитная коммерция. Сколько вас в тюрьме держали? Да держали, я там 2 раза был. Я попал как раз под помилование. Вышло помилование всех политзаключенных. Корбачевская, да? Да, она вышла 15 марта 87-го года, а 25-го я уже оттуда вылетел. Все. Меня к психиатру передали. Меня психиатрия. Меня психиатрия мучила 26 лет. Ого. Да, да, вы, конечно, выстрелили, в общем-то, я... Я знаю советское время, я знаю, что это за сатанизм был, что все, как Солженицын говорит, под драконом жили. Да. И я помню, слушал архипелогулак по немецкой волне. Вот. И я помню в советском, мне 49 лет, я советское время очень хорошо помню. И люди, которые страдали и выстояли, вот Дмитрия Дудко они сломили. Он, по-моему, сталинистом стал, да? Да, он был, он какое-то время был моим духовным отцом. Я там причащался, его книги распространял. Ого, ничего себе. А он умер сталинистом, это правда? Да, это правда, абсолютно. Вы зайдите на наш форум и зарядите Дмитрия Дудко. И там весь материал о нем. И наша атака... А что случилось? Это бес какой-то зашел в него, какой-то бес или что? Да. Вы правы, у вас трезвый разум. Ну да, я много тоже читал. Это мы только начали общаться. А тут еще очень много чего интересного можно сказать, поделиться. Очень много, кроме катафизации. Знаете, я долго не буду проводить время за скайпом. Я только скажу, обязательно зайдите на сайт, сайт. Кристине 1, народ.ру. Когда вы зайдете туда, с сайта, и там с правой стороны 55 папок стоят. Ответ на вопрос. Я отвечаю на 4124 вопроса. Я с вами... А я там был, я просматривал там очень много. Вот, вы найдете там ответ, более подробным, чем я буду сейчас говорить. Я сейчас, у меня работа застыла. Я сейчас работаю на ютубе и подготавливаю к изданию в клейке. Это очень большая работа. Я посрочно, вот приехал как в сентябре, закончил, сам веду корректировку книг. Никто не взялся их. Это невозможно корректировать, потому что это по... Ну, стихотворение. Называется книга «Проповеди в стихах». Каждая страница – это стихотворение с эпиграфом из Библии. 3096 стихотворений и столько же эпиграфов из Библии. Я за Библией проводил время раньше, около 10 часов иногда. Я ей жил. Если я в церкви стою, по-славянски считают, если три слова подряд славянские есть попали, я мог сразу сказать, какая книга, глава и стих. Мне Бог дал удивительную память. Я вот на днях рассказывал, это невероятно. Я в МЛРУ работал, и друзей набирали года два назад. На каждого человека нужно разгадать шестизначную цифру, кривую там, ввести ее. Ну и за месяц я прошел 60 тысяч человек и почти всех запомнил. То есть, мне это не нужно запоминать. Оно у меня как на компьютере вот включается и все. Я цитирую наизусть, и просто Бог это дал, это не мое. Это все Божье. А вы Алексея Ильича Осипова знаете? Вам нравится как проповедник Алексея Ильича Осипова? Неоднозначно. Есть вещи, которые неприемлемы и прямо еретические. Которые монахи сейчас книги его сжигают по всей стране. Вы видите, был оригинизм его, вот эта теория искупления, которая... Понимаете, здесь по частям надо разбирать. Я люблю каждый вопрос засконально разбирать. Когда к истинному православию я готовился книгу издать, она у меня выходила 16 листков. Я приспособился к одной университетской газете, у них вкладыш был, ну у них 999 экземпляров, а я делал 25 тысяч вкладок и выкупал это все. И ему послал Осипову. И он одобрил все. У него учился мой брат, он профессор там в академии. И он все это одобрил. Но есть вещи, которые я неприемлю и прямо восстаю. Прямо. Допустим, он говорит, что гонитель христиан, ну это совсем даже 3 век, а Адриан, он в раю. А почему? Он не христиан, он гонитель христиан, римский император. А почему? Какой-то одной вдове он помог, и благодаря этому он в раю. Ну еще безумие полное. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Что он это не знает? Он по сегодняшний день в галстуке и бритый. 75 лет. Ему это надо. Каждый день скоплится. Для чего? Ты посмотри на иконы. Еще Сикстинскую Мадонну Микел Анжелло сам бритый, а рисует папу Сикста с бородой. Гюстав Даря 180 лет назад рисует картины. И это ни одна, ни две. Это, ну если бы, это две. Но сколько? По 83, уже два. 230 иллюстраций. Без бородого ни одного не рисует, все с бородами, а сам без бородый. Почему? Баптисты упускают институтопедический словарь. Все апостолы с бородами. Я не к разговору просто сказать. Вы уже никак не воспринимайте. Тема о бороде закрыта. Если я еще уже коснулся, остальное уже Бог сделает, когда надо. Вот так. Беседуя с любым, я имею большую цель. Людям указать на Христа и скорее спрятаться, уйти в сторону. Чтобы моя фигура не заслоняла Христа. И поэтому я запрещаю ссылаться на меня, что там вот в моих трудах что-то есть. заступается за меня, когда меня поносит. Ну, сердце расположено, конкретно, кстати, там это твое, а так нет. Я вам скажу одно, что вы мне очень помогли года два-три назад, вот когда я ваш сайт обнаружил и видео смотрел, в работе с протестантами. Для меня была огромная поддержка, что есть человек, который хочет возвратить православных к их истокам, к их корням. Аминь. К древнему первоапостольскому христианству. Аминь. Да, вот я с Питером Гилквистом тоже самое, он тоже очень хороший, Питер Гилквист такой, в сирийской церкви был, он умер уже. Он у меня на форуме весь, вместе со своими роликами стоит. Вся книга его у меня там помещена. Да, 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 я его лично знал. Эта группа 20 церквей бывших протестантов обратилась, я его знал лично, он приезжал в Филадельфию, я с ним общался. Вот если бы вы знали английский, конечно, вы с ним бы нашли очень большую, он молился своими словами, ну, у него подход ваш, вот тут очень чувствуется, вот как бы между вами, сходство очень большое. Это живое христианство, и он потянул тысячи православия, тысячи бывших епископалов, баптистов. Почему? Потому что его община, она была построена на правильных началах. Понимаете? Ну, что у него там в книге написано? Когда они закончили присоединение, у них идет обед, и все закурили за столом, а жена зашла, дым разгоняет руками, говорит, братья, даже не видать ничего в дыму-то. Ну, это вы сами понимаете, если вы серьезно относитесь к этим армянам, которые курят, не бросают, а это кто? У греков, и даже епископы курят, они не считают за грех. И как не грех, это самоубийство? Ну, конечно, это грех, да. Это настолько же противоестественно, ну, как трубу человеку сделать выхлопную на затылке? Нет, это, конечно, грех. То есть у меня, тут между нами стопроцентное согласие. Я вижу епископа, который сигару в зубы, я с ним уже не беседую. Понимаете? Так, Виктор, давайте расстанемся. Скажите, у вас желание будет еще встречаться? Ну, конечно, будет. Я вас не оттолкнул тем, что открыто все сказал. Нет, я ваши взгляды уже знал, давным-давно о них был. Я не скажу, что у меня стопроцентное согласие, что вы говорите, но в общем, в общем, дух мне приемлем, в общем. У меня и с Олегом Стинявым тоже не стопроцентного согласия по всему. Но дух мне его приемлем. Мне неприемлемо, я вам скажу вот, что модернизм, вот если бы вы сказали, контрацепция это хорошо, куда там... Хорошо. Я сказал бы, нет, вот между нами препятствие, потому что вы признаете грех. А там, где грех, все, духа Божия нет. А стопроцентного согласия никогда не будет между кем, понимаете? Так, я спрошу вас сейчас, Виктор, скажите, у вас домашняя церковь есть? Ну, семья, да, жена... Так, в чем она выражается? Коротко, самое главное. В чем? В единомыслии, в том, что мы вместе молимся, стараемся молиться, во всяком случае, в том, что мы православные, мы посещаем православную церковь, вот, и в том, что любовь святаго духа между нами. Так, я хочу сказать, основа основ, все, что сказали правильно, сказали, основа основ. Эти слова передайте жене. Это раннее вставание и общая молитва. Она может после этого лишь спать, отдохнуть, она скажет, ночью с ребенком провозилась, но утром встать на молитву вместе, где нет утренней молитвы, ни о какой церкви речи нету. Утренней совместной молитвой. Златоуст говорит, и ребенка подними на молитву, если не сейчас, то когда? А после этого он пусть ложится и спать, он будет знать, интимная встреча со Христом в одно время. Вот, я нащупал это опытным путем, а потом стал встречать в литературе 4.40. 4.40 утра на молитву. А потом, у меня, которые живут там, сестры бывают, где-то кто-то, все, кто не может уже, они отдыхают, там, дремлят и все. Я никогда днем не ложусь. Лежа меня даже жена за 50 лет не видела ни разу. Я вот в тюрьме был, я всегда вставал там уже не в 4.40, а в 4, а подъем в 6 в тюрьме. И Господь, я так, главная молитва была моя, чтобы Господи, не покинь меня, чтобы у меня был дух молитвы. Два часа у меня уходила на подготовку молитва. Днем я остановился примерно раз 5 на молитву, по часу по полтора. И вечером с 8 до 10 в 10 отбой. С двух этажей, с трех охранники при открытой нашей камере стояли, я вел уроки закона Божия. По Библии. Такого никто не слышал и не видел. Вот я ночью стою на молитве, а утром ко мне подходят заключенные и говорят, вот вы вчера молились, ночью, это я же не оборачиваюсь. Попросил, где меня отведут в уголок. У меня были хорошие связи в любой тюрьме со всеми. Я шел таким путем, что как на руках Бог меня нес. Я говорю, вот тут не буду мешать никому. Да нет. Нет, все. Вчера, говорит, человек 7 с вами вместе на коленях сзади стояли. Можно мы тоже встанем? То есть мне Бог дал ключ золотой к сердцам людей. Любого ранга, любой религии. Почему? Это Бог, это не мое. Я просто повернул его. Показать любовь Божию. Каждому. Они так, Бог спасает такой, как есть. Это неправда. Бог любит такой, как есть, любит грешников. Не любит он грешников, он уничтожает их. Бог любит раскаившегося грешника, кающегося. Сектанты лгут здесь на пропалую. Они нигде в Писании не имеют. Да Бог никого не наказывает. Ты слово наказание введи в гугл, в библейский текст, посмотри, что он тебе выдаст. Наказывает, уничтожает. И все это по любви. По любви? Потоп по любви был. Содом и Гоморра сожженный по любви. Болезни. Я вот за всю жизнь, 73 года, 74-й мне год, я еще ни одной таблетки не съел. У меня руки выкручены, меня как когибисты крутили, что было. Я только ночью, жена услышит, как я застонал. Никогда ни на одну болезнь не жаловаться. Сразу взять. Никогда нигде не предвосхищать события Божьи. У меня нет задачи человека обратить. Я задачи такой не ставлю. Моя задача вознесить. Что будет пир Божий. Это у меня как эпиграф Матфея, 22-я глава. Идите зовите. А придут, не придут, это хозяин расправится, сжет город их. Сегодня задача возвестить. Что есть? Я всех прошу. Вот меня, когда спрашивают, ну сейчас вот Путин вам друг, брат, и сказал бы, я имею сегодня власть, сделать, ну многое. Скажи, что тебе надо? Ну а что я могу сказать? Как женщина, которая, или сесть, просил, она говорит, я среди народа своего живу, у меня все есть. А один сказал, вот нет то-то, то-то. Я бы сказал, приключите все средства, масса информации, сделайте известным мой сайт. Единственная просьба. Сайт. И с него на форум. У меня другой просьбы не было бы. Потому что это ключ ко всему, к сектантским сердцам, к православным, к батюшкам, к монахам. Я там отвечаю на 4124 вопроса и ответы такие, которых никогда сегодня никому не дать. Почему? Это надо иметь такую биографию, такое обращение. В каждой книге у меня выдержек, а их 38 томов, в каждой книге примерно 3000 ссылок на Библию. Не ссылок, а иногда пакетом по несколько стихов. Библия это основа. Говорите. И на меня используете русский перевод или вы по-славянски вот когда вы помолите? Только церковно, только православный, синодальный. Только синодальный. Никаких других переводов, которые новые делают, не приемлю вообще. Синодальный перевод один из лучших в мире. Его переводили 4 духовные академии. Один из лучших переводчиков Хвольстен, Данила Авраамович, еврей, крещеный, доктор филологии, закончивший Лепцийский университет. И беседуя с Александром Менем, беседуя, он еврей, он работает с оригиналами. Я говорю, отец Александр, вы могли бы вот так перевести, как Хвольстен? Он засмеялся. Это в аудио, на моем форуме наша с ним беседа с Александром Менем. И он говорит, никогда. Это был высочайший уровень. Вот, допустим, наша псалтерия, в нашей вот сейчас синодальной Библии, которую вы считаете, Евангелие от Матфея, это перевел Павский, Герасим Петрович. Он был воспитатель старских детей. И он печатал, писал учебники для еврейских школ. На грецком языке. Это какое же знание это было? И сегодняшний там, по словарю, что-то найдет, и вот тут неправильно, тут неправильно. Синодальный перевод это самый благословенный. Им пользуются католики, пользуются баптисты, адвентисты, все им пользуются. Синодальный перевод. Его в России до революции издавали, зарубежные церкви. Сегодня Патриарх издает, Кирилл издал. Все только синодальные. Я абсолютный, беспрекословный сторонник и распространитель синодального перевода. Хотя другие я насчитывал на пленку. Вы знаете, я немножко не тот вопрос задал. Я говорю о молитвеннике, не о Библии, а молитвенник. На русском языке у нас, на русском. Вот, вот это мой вопрос был. И мы в церкви, в церкви, когда считаем перед причастием молитвы, каноны, все считаем на русском. А, какой перевод молитвенника на русский вы используете? Я этого не могу сказать, это надо в церкви посмотреть. У нас там автор не указан, кажется. Хороший. Я смотрел на этот, ну, вот так как это не оригинал, перевод хороший, сделает страхи Божьи. То есть вы молитесь дома по молитвеннику, который перейдет на русский. Да, на русском языке. На русском языке. Каждый день. Вот сегодня молились, мы на русском языке. Но мы каждый день читаем на русском языке псалтырь, плюс к тому. Понял. Используете ли вы переводы Кочеткова? Не использую. Они привезли мне сюда книги, они у меня лежат. Лежат как экспонаты. Не используем, но мы знаем их. Вам они нравятся, эти переводы? Хорошие переводы, но мы не можем их, потому что мы понимаем, это так грань, где отрубят голову. Мы идем очень благоразумно, с таким, сказать, щадящим способом. Мы добились главного. Библейские тексты у нас во время литургии считаются на русском. А это больше половины богослужения. Но где бы библейское поется, поется там, ну, 102-й псалом, поется по-старковно-славянски. Фильм, искушение, последнее искушение Христа. Это сатанизм чистый, это богохульство? А вы с Карезой имеете ввиду? Да, да. Конечно. Я нашел у Георгия Кочеткова ужасную статью, где он рекомендует его посмотреть. Ужасную. Наоборот, как он может такое? Я не понимаю. Не надо, не надо. Знаете, многое кроется. Я понял, да. Это непросто. Его люди к нам приезжали для того, чтобы только к нам войти им в территорию. Они там брюки могут снять, уже надеть юбки, помаду смазать и все-то. Это все для приобретения большого. Если наши правила включить, вы у нас будете только с оглашенными стоять, пока борода не отрастет. Я просто говорю. Они на литургии верных не будут стоять. Если у нас кто-то приезжает, должен привезти документ, что он неотлученный. Батюшка наш уезжает, община выдает ему документ, что он от епископа имеет, что он не под запрещением. Мы все до одного правила семи вселенских, девяти поместных соборов и святых отцов поставили задачу выполнять. А они в Духе Святом. Понятно. Значит, вы используете молитвенник на русском и своими словами, когда вы молитесь? Да, все время своими словами. Сколько места занимают слова из молитвенника в процентном отношении и процент слов своими словами? Вот вечернее, утреннее право. Я вам объясняю. Утренний молитвенник включает в себя десять молитв. Десять. Мы считаем только три. Одна молитва и Господу нашему Иисусу Христу, вторая молитва на русском языке при благословенной приснодеве Марии и третье ангелу-хранителю. Вот. Сколько это может занимать-то? Совсем мало. Но мы считаем псалтырь. Если кто-то умер из наших, то у нас специальный человек есть, который членом общины говорит, такой-то человек умер. Прямо в эту же минуту. И между членами нашими он распределяет псалтырное чтение. В течение сорока дней мы каждый считаем по одной кофизме. А кофизма — это одна двадцатая часть псалтыри. Двадцать кофизм всего в псалтыре. И мы считаем так. Утром, допустим, она, каждая кофизма, она три славы разбивается. Две считаем. Утром, вечером одну. По. По. Как она там назначает надо? Да, посмотреть. И это неукоснительно. У меня есть вот, видите, псалтыр для мирян. Но тут русскими словами по-славянски. Да как псалтыр переведен, а зачем вы думаете-то еще? Он же в Библии есть. А нет, тут параллельно есть о живых и усопших молитвы добавили. Ну нет, это мы молимся так. Мы об усопших молимся так. Упокой, Господи, душу усопшего, раба твоего. У нас записок нет таких, чтобы незнакомые люди подавали. Молятся за усопших только тех, которые истинно обратились, жили во Христе. Но у нас есть третий род записок. Самый многочисленный. За здоровье неверующие без разрешения батюшки не разрешаются вписывать. Неверующему здоровью не нужно. Он больше вместо одной бутылки три выпьет. А вот отдельная записка это об обращении родных и близких не познавших Христа. Я каждый день молюсь об обращении к Богу, бывшего первого президента и единственного Горбачева Михаила, чтобы Бог обратил его. Буду молиться до его смертного часа. Каждый день молюсь. Невзоров такой, Александр, умница, но он как асатанел сейчас нападает. Я за него молюсь. И Людмила Плет, есть такая, она среди сектантов, очень хорошая женщина и хорошая там о нравственности, о целомудрии. О целомудрии. Вот посчитайте у него. Прекрасно. Она на моем форуме стоит. Людмила Плет. За нее молюсь, чтобы она познала до конца истину. И приезжал... Кто она, кто она? Она, я не знаю, она бывает там у Шевченко бывает, но она, похоже, с харизматами сильно была связана. Но у них на юге, там в Африке дело что-то не заладилось, они друг на друга там что-то стали говорить. И она разошлась с ними. Именно сегодняшнее положение ее я не знаю. Я просто молюсь о ней. Что Бог открыл ей всю истину. А вы сообщи для Виссариона не пытались вести дискуссии с Виссарионом? А их там нельзя вести. Не о чем. Это сатана, антихрист в человеческом образе. Бывший милиционер Торопов Сергей, он вообще ничего не знает. И вчера один на меня вышел, ну, это последние дни, последняя завета в лице Виссариона. Я говорю, антихриста целуешься. Ты думаешь, что он от меня сразу ушел из друзей. В черный список попал я. Олег Стеняев с ним там дискуссию на Ютьюбе есть. Олег Стеняев с ним ведет дискуссию. Очень мне понравилось, как Олег Стеняев его обличает там. Это лжехрист, это лжехристы, вот как сказано. Вот так сказано, что он у меня был, отец Олег. Вот мы едем дорогой в поезде, и он излагает свою концепцию на спасение где-то. И все у него распределено, по графам. Когда он все сказал, ну он православный, зарубежная церковь был, представь, к нам приехал, мы единомысленные, а я ему в конце, ну он говорит, ну и как, его интересовало, я говорю, ложь. Да вы что? Я говорю, так давайте теперь по пунктам. Я разобрал, я не знаю, в окно или куда он все это выбросил. Я однажды приехал в Москву в советское время, и на дом тайно ночью пришли три епископа, чтобы побеседовать. Представь себе, вещь неслыханная. И один священник со мной ехал, ну он бывший психолог Санкт-Петербурга, ну и вот ухватился за воина эссенецкого луку, дух, душа и тело, материал такой. Уж человек тростен, троичен, я говорю, ничего это нет, он дуалистичен. Иногда дух называется душой, а иногда душа духом, только и всего. Только и всего. Я ему дорогой говорил, он не очень так принял. Ну а дальше я стал молиться, и когда приехал, он полностью был на этой концепции. И когда они стали говорить о дух, душа и тело, он их разгромил. Я даже не говорил ничего. Однажды меня вызвали на какой-то конгресс, я очень много, ну, приглашений имею. Приезжают люди, там даже бывают лауреат Нобелевской премии, тут Алферов был. Ну и об экстремизме. Ну и мне есть что сказать, для чего меня и пригласили. Вдруг передо мной выходит доктор юридических наук, Сорокин, Виталий. Говорит, как будто бы он со мной жил все время. Я выходить за ним, а у него говорить-то уже и нечем. Обычно дают по 15 минут, всем по 15, как только доходят очереди до Лапкина, при том везде всегда, мне дают только 5 минут. Заранее объявляют. А почему? Я в 5 минут скажу ровно то, что им хватит на всю жизнь. Я вышел и сказал, передо мной выходил доктор, там профессор Сорокин и проще сказал основное. Не экстремистом верующий не может быть, верующий в последней степени экстремист. Я вышел в Библию, показал и сказал, я экстремист. А вот вы президиум сидите здесь, а там сидят профессора. А я говорю, а вы Блевотина? Ух, Блевотина, а как? Ну я объясняю, почему. Откровение. 3.20 говорит. Если бы это был холоден или горяч, но как ты тепл, я изверну тебя из уст моих. А из уст что извергается? Когда перепьют. Блевотина. Это Андрей Кисарик, подокийский архиепископ говорит. Поэтому врач никогда не может согласиться с шарлатаном. Я знаю истину. Это что? Истина в конечной инстанции? Да. Доступна и для человека в конечной инстанции. Вот я 50 лет верующий, и у меня изменений никаких не было, только уточнение, более точные данные нахожу. Но Бог мне сразу все открыл. Сразу. Я встал с колен, я вышел другой. Вот у меня обращение было, как у Савла. Я всю жизнь, с детских лет, с 5 лет готовился быть террористом. Вы мою биографию просто не знаете. У меня задача была только одна, научиться убивать и не попадаться. Отомстить коммунистам за поруганную Родину. Я-то впитал от отца. Он фронтовик, без руки был, рассказывал, он не слышал, а я сзади его сидел и плакал. Я занимался спортом страшно много. Стрельба, для меня это, ну, как вот по столу рукой щелкнуть. И в это время меня Бог остановил. Теперь тебя будут гнать, тебя убивать будут. У меня обращение было мгновенное. Я на корабль только пришел, лоцманский катерок с берега подвозит, мы на ряде стояли, перешагнулся через фальшборд, и первые слова первого матроса были, живем неправильно, за нас умер Христос. И сразу, учусь в бареходном училище, член судового комитета, пользуется огромным авторитетом, характеристика, характеристика через неделю, авторитетом не пользуется, блуждает по религиозному болоту, ну и проще. Игнатий Тихонович, вот вам такой вопрос. Вот мы уже прообщались полтора-два часа. У вас есть желание продолжать со мной общение по скайпу, несмотря на то, что я сказал, что у нас полного согласия нет? Вот такой вопрос вам. А я вот проценты не высчитываю, сколько у нас процентов. Вы как-то сразу определили 90. Нас будет объединять 100%. И в самое короткое время. Есть желание, очень искренне. Когда я вчера прочитал вашу, как сказать, краткую биографию, я Галине сразу сказал, понимаете, это как слепость в моей биографии, с сектантами, было у баптистов. Вот когда баптисты приходят, а им запрещают даже баптистские песни петь, а мы после богослужения сидим и поем баптистские песни в общине. Это все снято у нас. Люди не поймут, что это. Выходит, черная сотня, говорит, это яговистский жид. Яговистский жид. Это на меня. И поэтому вы мне дороги уже. Я буду ждать от вас звонка, дорогой. Большое вам спасибо за внимание. Вообще спасибо Господу за все, что нас спасает. Да. Рассоединил. Потому что я не употребляю, что я уже спасен. Это неправильно. Мы спасаемся. Это по Библии, понимаете, что мы в страхе и трепете совершаем наше спасение. О, хорошо. Да, да, да. Я полностью вас поддерживаю в плане того, что надо благовествовать, проповедовать катехизацию на основании Слово Божие вести, столковать святых отцов. То есть вот это основа, то, что вы даете, и никакого модернизма. Никакого, абсолютно. Это не модернизм. Вот у отца Георгия, я его очень уважаю, отца Георгия, он хотел революцию сделать в русской церкви, и его идея катехизации оглашения. Я две руки за. Вот то, что он говорил, что Русь не Руна Лескова, помните, он цитирует отец Георгий Кочетков, она была крещена, но не просвещена. Он на моем форуме стоит, Кочетков. Все это у меня на моем форуме. Вы мне рассказываете вещи, которые мне принадлежат. Из его группы там несколько человек. Однажды я приехал в баптистский дом молитвенный, и встреча была с молодежью. Они готовились к окрещению. Сразу человек восемь отошло, приняли православие. После одной встречи. Скажите, последний вопрос. Конфликт с Дубовицким, когда там это... Как вы это воспринимаете? Вот Дубовицкий, его 97-й год, когда его отстранили. Кто такой Бедуаловицкий, я не знаю даже его. 29 июня 97-го года конфликт произошел в общине отца Георгия Кочеткова. Ну, понял. Там его схватили, отдали в дурдом. Да-да. Что вы думаете по этому поводу? Ваше мнение и нововидие, которое они в свою защиту... А они не правы? Ну, конечно, не правы. Конечно, не правы. И они вот это нововидие говорят, мы во всем правы и все. А я говорю, так православие-то в смирении заключается, в том, что мы... Я виноват. А он там подбегает к Дубовицкому, там Евангелие вытергивает. Боже, я подумал. Где же смирение тут, понимаете? Ведь если даже он не прав, ты должен перед ним, перед этим Дубовицким, голос сказать, прости меня, меня грешного. А он там Евангелие выбирает, они его начали разоблачать там. Я вам говорю, вы же не правы, это же насилие над личностью. Да. Понимаете? Это неправда. А они себя вот там оправдывают. Хотя Дубовицкий, как он себя вел, он тоже не прав, абсолютно. Вот абсолютно правильно. Ни тот, ни другой не правы. Все. Мы с вами здесь полностью сошлись. Я понял, я понял. Вот у нас вот, видите, понимание такое, это чудо Господне, что Бог нас так вот связал. И вот эти моменты вот, он там фильм, это когда... А, потом с этим отцом Тихоном Шевкуновым, знаете, конфлищам. Сейчас батюшка приехал, книгу его привез, Шевкунов. Святые, не святые. Ваше мнение, да. Ваше мнение какое, Инатий Тихонович? Я ответ даю такой. Они не имели духовного рождения. Говорят, он духовник у Путина, Владимира Владимировича. Это ничего к нему не добавляет. Он даже фильм поставил о Византии, но последнюю точку не говорят. Что все это от того, что народ не знает Слово Божие. Народ во тьме. И Слово их не сходится с Библией. Он нигде не опирается на Слово Божие. Я говорю, у меня в книгах, в четырех томах сейчас будет, если только выйду, три тысячи девяносто шесть стихотворений. И у каждого эпиграфа взят из Библии. Три строчки. У него ни одного нет, он не знает это. Ты считаешь, я не могу никуда применить это. Никак. Он был бы здесь, я даже с Василием Великим не сошелся бы. А он бы меня огрел за монашество. Я отвечаю на один из вопросов. И Златоуст это самый любимый проповедник. И с ним я нельзя во всем соглашусь. Почему? Он восхваляет монашество. Ну, может быть, оно было другое. Ну, монашество это главная причина гибели нашей страны. Гибели православия на Востоке. Они высосали силы из народа. И ни один не пошел на проповедь. Ну, это еще Достоевский говорил. Помните в братьях Карамазовых, что он там сказал, что в будущем они выйдут из монастырей. А это? И православие, истину правосвет, истину православие. Это братья Зосима, помните? Да, прежде чем знаю, у меня это на форуме стоит как раз. На форуме все есть. Я говорю об этом, что Достоевский не имел духовного рождения. Игрок заядлый. Но это был глубочайший мыслитель-психолог. С ним можно только сравнить, может быть, Шекспира. Больше никого в мировой литературе. Но, и однако, он не знал, он не знал по Евангелию, как поступать. Он не видел нигде жизни евангельской. Он обратился-то благодаря той казни, которую устроили ему, когда на Эшафоте ломали шпагу, и дальше он отбывал в Барнауле, тут было недалеко, там, в Руссовске. Вы знаете, мне очень Хомяков нравится, если вот мыслить Хомяков. Да. Это я считаю, он был очень человек, когда Кириевский, Хомяков, и с автобиографией. Я туда не влажу. Я не влажу. Зырянов там, сколько берут, многих там где-то. Я никуда не влажу. Для меня Слово Божие святые отцы. Отец только краем глаза посмотрел и сказал, что-то могу взять, что-то нет. Они, может быть, в раю. Я их не сужу и не знаю, но это не мое. А как вам, Игнатий Брянчанинов, святитель? На моем форуме, еще раз говорю, подробно все сказано. Он сам подвел черту. Монашество кончилось, его слова. Остались актеры, а актеры ничего не сделают. И он проехал по монастырям, он в Таврической губернии был, и нашел только, может быть, может быть, не забывайте, может быть, четыре, которых духовная жизнь теплится. Он не знал Христа, как должно по Евангелию, иначе он вышел бы оттуда. У него были связи с царем. Царь к нему в гости приезжал. Это современник Пушкина. И они с Игнатием Брянчаниновым, с Феофаном Затворником, они друг друга не могли воспринимать. Феофан его не воспринимал, они в разные эпохи жили. Но Феофан ближе был к истине. Понятно. То есть для меня главная основа это священное писание и толкование первоапостольской церкви. Конечно, это блаженный Афеофилакт, который впитал в себя всех святых отцов, поддавая наибольшее предпочтение Анну Златоусту. А остальных я в этом свете рассматриваю. Иногда меня спрашивают, любой вопрос по писанию, я отвечаю, любой. И говорят, а как вы это могли запомнить? Никак. Большинство толкования я даже не знал. Но исходя из общего, зная смысл этого, я даю ответ, а потом нахожу только святых отцов через годы. Скажите, а у вас литургия по-славянски служит, за сама литургия по-славянски, да, вечерняя литургия? Везде по-славянски, только библейская по-русски, повторяю. А это больше половины богослужения идет на русском языке. А лично вот... Мы умышлены не пошли дальше. Мы понимали, что с нами снесут голову. Я повторяюсь уже. Я понял, я понял, да. В процессе оглашения вы используете русский. Только русский. Молитва своими словами. Ага, понял. То есть дома лично, тут дома, вы молитесь по-русски. Это я молюсь, только я. Кто-то хочет, дома по-славянски молятся. Вы уроки Библии, которые ведете, вы открываете молитвы своими словами? Своими. Я, например, начинаю, поем всей аудиторией, мы поем «Царю небесный». И я полтора года, полтора года, 15 минут на каждом занятии отдавал этой молитве. Пока ее изъяснил. Представьте, какое отношение. «Царю небесный утешитель» я полтора года объяснял. Это целая книга. Я хочу вам хорошую новость сказать. Я лично знаю митрополита Илариона Капрала, которого вы тоже лично знаете. Он все это поддерживает. Ну, очень многое из того, что мы... Я с ним общаюсь, каждый месяц звоню, и мы где-то, ну, 20 минут на телефоне. С ним очень тяжело, кстати, его добиться. Он занятый очень. Так, передайте поклон. Поклон передайте от Игнатия и отца Айхима. Он в Австралии с ним долго был. И скажи, они ждут вашего ответа, ждут, что нам делать дальше. Да, митрополит Иларион — это чудо просто. Он запереводно-русский. Я могу вам лично сказать. За то, чтобы оглашение на основе Библии... Это человек нашего духа. Это просто чудо, что его избрали. Большое чудо. Потом дальше. Он принял 20 церквей западного обряда православные. Вы слышали такие, нет? Нет. Православные западного обряда. Нет. Вот они, у них литургия святого Георгия на западе, которая... Помните Серафим Роуз? Он... Серафима Роуза, знаете, да, кто это был Серафим Роуз? В автобиографии Серафима Роуза, если вы найдете... Она издана по-русски. Автобиография Серафима Роуза такая толстая. Там говорится о принятии французов, католиков в православную церковь. У них обряд, этот старый православный, литургия святого Георгия. Вот. В Америке тут общин где-то 50. 30, по-моему, в антиохийской церкви и 20 в русской зарубежной. Там очень много молятся своими словами. Проповедь длится полчаса где-то. И библейский этет после каждой литургии. И митрополит Иларион сам лично под свое крыло эти церкви взял. А наши русские, вот как бы они говорят, типа, вот они там протестанты. То есть тут идет тоже борьба, понимаете? Ну вот я просто такой, вы, наверное, не знаете, но я вам рассказываю, что тут происходит. Как вы относитесь к православным западного обряда? Слышали вы, что я вот только что вам рассказал об этом или нет явления? Я сказал, что об обрядах я никогда не спорил. Кому какой приз это. Но безбородие полностью отрисаю. Одно, один пункт. Меня с католиками главное разделяет не исхождение Духа Святого, а то, что Папа без бороды и примат Папса, что Папа над всеми. Вот это неприемлемо абсолютно. Это антихристианский лозунг. Папизанга, папизанга. Да, вот это, вот два пункта, которые, а что у них статуи, там остальное, меня это совершенно не касается. И с этими западного обряда, если бы они были здесь, у меня разговора никакого не было. Один такой вопрос был, почему безбородие? Я буду долбить и долбить, пока борода не отрастет. Я понял, да. Но вы не считаете, что это, ну, как бы спасение человека зависит, то будет ли борода у нее или нет? А это Бог решит. Я знаю только, что зависело от Давида, что не пустил в земной Иерусалим. А мы идем в небесный Иерусалим. Не мне решать, пустить нет. Я знаю, что это никогда христиане не были безбородыми. Никогда. Они понимали, почему безбороды те, язычники, они хотели продлить молодость. А у нас, наоборот, борода это возраст, она не растет в пятилетнем возрасте, а возраст это мудрость. Ну, тут объяснение очень хорошее. И я верю, что Бог не случайно дал бороду. И Христос не брился, не апостол, и что ты под мир-то подделываешься? Зачем? У жены растет борода ненормально, какие-то гормоны там, половые органы не так работают. Мужчины безбородые, это женолюбивые люди. Это называется, знаете, прелюбодейная ересь. Протопопа-вакуум так называл. И для меня это даже доказывать еще не надо. У тебя, тем более православные, у тебя есть иконы, смотри на иконы. Передо мной иконы. Я прошел по храму, 475 икон, ни одного безбородого нету. Что подделывать это? Брит, он уже в один день уничтожить, шнур оставить на что-то другое. Вы Ладыжинского читали, мистическую трилогию, Феофан Ладыжинский? Нет, слышать слышал, но не читал. Я очень ограниченный человек. Сергей, запомни это. Я очень ограниченный. Виктор. Виктор говорит. Я очень ограниченный в том плане, что, познав Писание святых отцов, я углубляюсь в одном месте. И все это немедленно применяю на практике. И могу показать результаты. Ваше отношение к Франциску Осийскому и его стигматам? Понимаете, я в яве не видел. Если бы было такое, дело Божие. Но я буду просить, чтобы этого не было. А вы знаете, я прочитал его житие, там многое мне понравилось. Как он сестру бедность полюбил, как он прокаженного обнял, как он просил прощения у грабителей. Там очень много, что нам близко, смирение я там увидел в его житии. Просто мне кажется, что у некоторых... Я над креста, я читал житие, тоже мне очень много там понравилось. Там очень много общего. В плане вот этот древний строгий католицизм. Я не за попизм говорю, а именно о святых. Что мы часто вот говорим, вот католики, там все, ничего нет. А вот я прочитал его житие, я плакал. Я плакал. А если вы почитаете «Маленькие цветочки» Франциска, вы много найдете там близкого. Я так словно сказал. Как вы к этому относитесь, что я вот сейчас сказал? А вот как вы к этому относитесь, что я вам скажу? В свое время я начитал католического монаха Фомы Кимпийского книгу и распространил по всему союзу у священников Фома Кимпийский. Вот и все. Мое отношение к ним, как к верующим людям, находящимся в церкви. Но все остальное, что выдумку просил прощения у преступников, нигде мы этого не видим просить, когда он раскается. Это игра идет. Они много играли, как Зосима говорит. Любят они прикидываться. Я это не приемлю. Я беру только что по Евангелию. Вот что сейчас назвали у него, это не евангельское. Чтобы я у преступника просил прощения. Чего просить-то, когда он в грехе? Играть в прощение не надо, как старый обрядцы. Прости Христа ради. А 300 лет камень из-за пазухи не могут выйти. Никон, Никон, Никон. Это игра Христа радищины. Я смотрю на все очень серьезно. Ни одного слова, ни одного шага не по Евангелию. Все должно подчинено быть Слову Божию. Потому что 12.48 Евангелие Атьяна говорит. Я не сужу вас, но Слово Мое будет судить вас в последний день. Если по Слову ее будут судить, вот с этим мандатом я явлюсь перед ним. А Фому Кимпийская у вас книга-то есть «Подражание Христу». Я тысячу экземпляров сделал по всей стране. Я повторяю еще. Не просто книга. Я распространитель. Я ее насчитал и растиражировал по всей стране. Я преклоняюсь перед ним. Я вас полностью поддерживаю, потому что мне эта книга тоже очень нравится. А как насчет Стаса Силана Афонска? В эту книгу вам нравится? Хорошая книга. Хорошая. Я ее читал. Но главная его ошибка, что он залез в монастырь. С такими мыслями он должен среди людей работать. И учиться пойти. Вот мне говорят, вот сегодня учатся в семинарии 4 года. Два года должны ходить в баптистские собрания и учиться, как проповедовать. И мне говорят, но если бы вас избрали патриархом, я отвечаю в книгах на вопрос. Первое, что я сделал, прекратил бы строительство всех храмов. И все никакой связи с государством. Никакой помощи. Второе. Я бы постарался открыть примерно в один день тысячу училищ православных. Все средства бросить на издание Новых Заветов. Найти хороших баптистов, которые дадут подписку, что нигде никак не будут трогать православную догматику. И поставила бы их руководителем этих училищ. Это я патриарх, со мной спорить уже не надо. И к вечеру меня бы они убили, но я бы подсыскал мест, куда спрятаться. Сорковная мафия это самая страшная мафия. Они за мной охотятся сейчас. Я книги, я распространяю. Они что угодно, это Вестарионова братства у нас были, видели. Они ничего не могут сделать, они страшно завидуют мне. Они бесталантные попы. Почему? Талант может там, где Дух Святой, а Дух Свобода там, где Дух Свободы. Кто Дух Христов имеет, там Свобода только. Дух Святой не может быть связан с чем-то, что вот это скажу, это не скажу. Я говорю, вот недавно где-то статья в интернете встретилась. Игнатий Лапкин удивительный человек, который невзирает ни на какие лица. Я говорю, независимо от того, патриарх, это епископ, я должен сказать слово Божие ему. Что дальше будет? Меня результаты Бог не заставил подсчитывать. Так они вас не примут, отлучат, а это Божье дело. Моя задача возвестить и погибнуть. А вы Серафима Медведева знаете? Не знаю. Не знаю. Не знаете? Я абсолютно не знаю. Ага. Я вот с ним буду по скайпу связывать. У него видео выставил, у него истинно христианская церковь, он из ИПЦ. Он был под Тихоном какое-то время, сейчас он отделился. Вот пускай заходит и наш сайт, пожелайте ему. А я ему скажу о вас, да. И в друзья пусть ко мне зайдет. Я делаю рассылки почти каждый день. Почему вы до сих пор не вошли ко мне в друзья, в Мейл.ру? Вы знаете, мы должны как-то отдельно. Я вот мы будем говорить, а я открою Мейл.ру и вы мне скажете. Потому что я много еще не знаю, как в интернете, что к чему там, вот на форуме. Это надо, чтобы мне показали. А там у нас настолько просто на форуме, это очень просто. Первое внизу, под храмом Христа Спасителя написано новости какие-то, новое. В него только надо видеть. И второе, справа общий поиск. Вот две графы пользуются, ищи, что надо. Вот это надо, чтобы вы мне, может, в следующий раз... Прямо откроем, я вам расскажу. Так, давайте прощаться. Да, все. Большое вам спасибо за ваши книги, за ваше внимание, за ваши проповеди. То, что вы мне лично помогли прийти вот именно к такому истинному пониманию православия. Вот. Православия живого, библейского, первопостольского. Вот. И, ну, желаю вам благословений Господних, вашей миссионерской работы. И надеюсь на сотрудничество. На сотрудничество в какой форме, я подумаю. Как можно будет. Во всяком случае, я ваш сайт выставляю у себя ВКонтакте постоянно, на Фейсбуке. Рекомендую друзьям. Некоторые баптисты хотят с вами сконтактировать. Они интересуются православием. А что им сказать, Игнатий Тихомович? Вот что, у меня готовятся к изданию 4 книги стихов, взамен тех, которые кончились. Обычно, вот когда говорят, нужно платить десятину, это у меня было обращение 27 сентября 1962 года в 17.00. Вы слышите? Да, да. И когда я услышал о десятине, мое сердце воспылало. Я решил платить 9 десятин. Из 100 заработанных рублей 90 отдавать на дело Божие. И в этом накале я прожил 50 лет. Ни разу не изменил. Вы поняли, кто я такой? Я фанатик. Я абсолютный фанатик Господа нашего Иисуса Христа. Фанат, это человек-смертник, готовый за это умереть. И чем я нуждаюсь сейчас? Если бы кто-то подыскал людей, для которых русские деньги, миллион 400 тысяч, ничего не значит, сразу перевести на типографию. Второе. Наши планы на 13-й год. Мы проехали нынче от Москвы до Находки, до Владивостока. 240 городов и сел. Зимой мы думаем забросить груз, 7 тонн, примерно, книг, за Москву, между Москвой и Молдавией, между Санкт-Петербургом и Одессой. Это наша ставка будет. И точно так же посетить 240 мест, городов и сел. На 14-й год мы думаем проехать в дальние зарубежья, проехать 20 стран. Значит, Португалия, Греция, под Ла-Маншем в Англию, Скандинавия и через Прибалтику вернуться домой. Для этого нам требуется машина зарубежная, нашу туда не пропустит, она горючее не то выпускает. Второе. Взять на себя снабжение и найти, подыскать человека, который знает хорошо хотя бы два европейских языка. Нам есть что сказать для русской эмиграции. Мы в каждой библиотеке оставляем наши книги, 38 книг. Я сейчас выставляю в Ютубе все это. Сегодня же зайдите в Ютуб, в Ютуб. Ютуб, зарядите, и дайте лапу. Там Михаил такой выставляет ваши видео. Это он и есть, он только ночью уехал отсюда. Теперь мы с двух концов будем выставлять. У меня примерно будет 500 роликов еще добавлено. Или около тысячи. Я вам скажу одну вещь. Каждый день я просматриваю на Ютубе ваше видео и захожу. Ну может два или три раза на истине. Каждый день. Я бываю у вас. Так что я постоянный пользователь. Кроме того, ваши ответы на вопросы протестантов я использую для своей миссионерской работы тут, которую я пытаюсь вести. Но она не в таком масштабе, она в очень маленьком, так сказать, в таком масштабе сейчас. Но я очень многое пытаюсь сейчас научиться от вас, как хотя бы начать это вести. И вот наше общение с вами, оно очень мне много дало лично. Я переварю это. И когда вот я помолюсь об этом, и выйду, и надеюсь в следующий раз с вами, конечно, будут новые вопросы. Общение будет немножко в другой форме, наверное. Но было огромное вам спасибо за ваше внимание и за все, что вы делаете во имя Христа, во имя Церкви Его, для людей. Так, вопрос. Придется вам согласиться с тем, что сейчас я скажу. Недавно была встреча, наш епископ приехал с местным. Ну они представились секретаря епархии сюда, Алтайской епархии, Московской патриархии это. Они стараются нас в себя всосать. Я сказал, встреча будет под запись. Мы все записываем на аудио, видео и рукой записываем, и фотографии. Они согласились, говорят, а мы сами будем все записывать. Но когда мы пришли к ним туда, они переиграли. Утром еще раз подтвердили согласно. А когда сели за стол переговоров, два еписка посидят. А зачем это, что нужно? Я говорю, в первую очередь это уже не переинащишь, оно записано дословно. Нет только карандашом записывать. Ну ладно, мы вышли переговорить со своими. Я отсек половину людей, мы вышли, а батюшка остался с второй половиной. В следующий раз они уже не препятствовали. Сами все записывали, и все это в интернете выставлено. Вот сейчас вам видно со мной, что стоит человек рядом? Да, я вижу, да. Видите, он что делает? Записывает. Записывает. Это все будет выставлено. Мы все абсолютно отдаем людям. Здесь большая польза была для вас, для меня и для людей. Прошу принять меня таким, как я есть. Я воспринимаю. Если бы я вначале сказал, что этот человек он там записывает, не надо. Я такого не сказал, правда? Правда. Вы мне еще больше понравились. Да. У меня все равно... Не скрывать от мира нечего, понимаете? Вот то-то оно. Я не против этого, потому что скрывать-то нечего. Если я сказал сегодня, я сказал, мне отец Георгий очень нравится, его идеи главные. Но мне некоторые моменты модернистские, я их отрицаю, и очень они странные. Я сказал правду, понимаете? Я сказал правду. Что же я буду сказать, что все, что говорит отец Георгий Гочетков, я принимаю? Это будет неправда, правильно? Абсолютно правильно. Я, например, отец Георгий очень много дал. Понимаете? Я благодарен Богу, что есть такой человек, который сделал ошибки какие-то. Но он очень много людей ко Христу, как и вы привели, понимаете? Эти уроки катехизации, богослужения, которые он, понятно, сделал. Ведь Господь-то его использовал. Это была воля Божия, чтобы это братство возникло. Вы как бы параллельно работаете, понимаете? Вы очень разные. Так, теперь... Но у вас Господь и его. Теперь, значит, вы зайдите сегодня в YouTube. И там, посмотрите, будет такой заголовок. Устинов Владимир. Заголовок. Это был старообрядец у меня, мой зять. И как он был против записи, и как мы дальше беседовали. Он не понимает, что такое молиться святым. И я ему говорю, тут запись была не очень хорошая, но я ее уже выставил. Она уже в YouTube. Вы... То есть то, что мы говорили, это будет в YouTube. То, что мы сейчас... Сейчас будет, через полчаса будет в YouTube. А как найти... Как найти вот меня в YouTube нашу беседу? Ну, вот я в первую очередь поставлю ваше там будет фамилия и имя. Ага, понял. Виктор Скуратовский. Там это выскочит. Да, это в заголовке выскочит. И... Да, мое на YouTube вы можете найти ответ Андрея Кураева. Я его критикую за его модернистское отношение к проблеме контрацепции. Там три видео можете посмотреть. Ответ Андрею Кураеву. Там я буду три видео сделал. Я критикую его подход о том, что можно использовать не абортативную контрацепцию. Я говорю, что это духовная смерть. Вот. Ну, все тогда. Вы сейчас... Ладно, ну, все, Игнатий Тихонович. Тогда до встречи. Вы завтра здесь посмотрите. Вчера беседовали. Рядом сидит отец Аким у меня здесь. Батюшка в шубе. Вот. И рядом сидит моя сестра. Она... Где он? Где он? Я не вижу его. Так нет. Который посмотрите. Устинова Владимир. Запишите. Устинова Владимир. Все, все. Понял. И там вы увидите батюшка вчера. Он домой уехал. Потеряевку. Я-то в Барнауле сижу. Ага. Хорошо. Хорошо, Игнатий Тихонович. Ну, тогда до связи, да? Все. Хорошо. Я могу сказать, что 25-го числа я весь день дома. И в понедельник я тоже весь день дома. Пятница и 25-го вторник. То есть где-то вот эти дни, где-то там выглядывайте, я там появлюсь. Значит, 25-го вторник и, значит... Ну, у вас уже будет 26-е. Так? Потому что у нас 26-го разница. И пятницу. Пятницу. Если на меня выйдете и меня нету, допустим, нету. Это на короткое время. Потому что у меня под окном кормушка. Я выхожу, кормлю воробьев. Насыпать надо. И жуланов. У меня голубятня. Я должен залезть и голубей покормить. Я отлучаюсь, ну, не больше минут на 20. Да, да, да. Ну, передавайте привет Галине. Большое спасибо ей. Скажите, что она нас связала. Галине. Хорошо, это мой корректор моих книг. Ну, я ее видео посмотрел, у меня аж сердце растаяло. Вы знаете, ну, благодать. Вот видно такая вот искренность и вообще... Она сразу вот мне понравилась. Всех вот... Я пытался на вас выйти через других, но там было молчание. А вот она просто открылась. Открылась и поток полился вот Святого Духа. И вот так мы начали общение. Я раньше пытался с вами выйти. Ваш звонок все время занято. Когда я не звоню, занято, занято, занято. Нет, он не занятый, не занятый. Это что-то не срабатывало. А какой вы набирали телефон мой? Ну-ка. Ой, у меня сейчас нет под боком. То, что вы дали свой домашний... Сейчас я вам скажу. Галина выставила на одноклассниках. Ну, как же, может, ошибка какая-то? Нет. Мой телефон... Ко мне звонят со всех стран. Но со мной разговаривать по телефону мобильному не больше двух минут. А почему так? Вредно. Мозги спекает. Ага, понятно. И не чаще, чем один раз в месяц. Ага, понятно. Вот она дает 385-2-28-38-46. Так это стационарный. Да. Я набираю 0-1-1-8-8-ка. Потом 385-2-24-38-46. Все время занят. Нет, не занятый. Он не звонил. Теперь, а мобильный она вам дала мой? А, мобильный дала тоже, да. У меня есть мобильный. Сейчас, сейчас им продиктую. Значит, 8-961-230-7060. Да, это мой телефон. А вот сейчас... Не дозвоните? Ну, а сейчас попробуйте брякните. Именно сейчас? Именно сейчас? Я отойду. Мне надо отойти, чтобы позвонить. Я отойду. Ну, ладно. Отойдете и позвоните. А, хорошо. Да выключите. Тогда выключайте. Или, ну ладно, давайте, идите, давайте. Звоните сейчас. Окей. Сейчас. Ну, давай. Сейчас, одну секундочку. Сейчас. 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 Там кто-то к нам пришел. Там Игорь Дубунов приходил. Ну, он ушел. Он сейчас скоро приедет еще. Так он видел, что тут делается? Да. Ты ему объяснил? Да. Ну вот. Сейчас он достанет. Телефон. Ты мне сейчас скачаешь все. Я сразу жму и вставлю. Да. Сейчас, скажите. Видите, мне, Виктор, что легко работать. У меня профессиональные программисты, наши братья в общине, они мне на руках несут. У меня ничего нет. И один из программистов приходит домой и говорит, вы все-таки будете нас слушаться или не будете? Ну, я говорю, смотря в чем. Нет, вот сейчас. Ну, еще. Ну, вытаскивает новый компьютер, монитор, процессор. Все установил новое. Все занято. Вот позвонил, занято. Нет, вот он лежит передо мной, телефон. Вот он. Нет. Ну, не могу пробиться. Не могу. Ну, в чем дело-то? Узнайте причину. Он у меня... Из Америки звонят 001-8961-230-7060, так? Мне так Дмитрий сказал, этот Добронравл, который с вами общался. Ну-ка, давайте. Ну, вот я звонил, занято. Ну, оно не пробивает. Не тот, не тот не берет. Я не могу связаться. Вот, стационар сейчас. Стационар 011. Так. Восьмерка. 3, 8, 5, 2, 24, 3, 8, 46. Ну, занято. А что-то, короткие сигналы? Короткие сигналы, да. Пи-пи-пи-пи-пи. Ну, вот он, я вам показываю. Смотрите, вот он мой телефон. Вам видно его? Да, видно. Как он может быть занят? Он не занят. А как мобильный может быть занят? Ну-ка, мобильный еще раз наберите. Вот он, перед вами. Вот он, мой мобильный. Сейчас. Ко мне вот звонят, там, с Америки, с Австралии. Вы знаете, наверное, я думаю, вот что, что с Сибирью, с Сибирью плохая связь. Вот компания моя, у меня дешевая компания, наверное, мне надо позвонить с другого телефона. Да, пожалуйста, пожалуйста. А ну еще разок. Сейчас, одну секундочку. Я сейчас вам... Сейчас, мобильный, да? Сейчас. Мобильный давайте. Мобильный это все-таки более современное. Да, да, да. Сейчас, секундочку. По скайпу-то лучше общаться. По скайпу-то лучше общаться. Сейчас. Сейчас, вот так вот. Вот телефон я беру, видите, вот он. Да. 1-1-8-385. Может, я буквально с Америки звоню? Какой-то код. Нет, а вы же сейчас не на мобильный берете, а на стационар. Три... А, правильно. Я на стационар. Вы на стационар наберете. На мобильный набрать, да? Да. На мобильный сказать. Вот. Вот мне надо 0-0-1-1. Это выход на 8. Это Барнаул, да? 9-6-1-2-3-0-7-0-6-0. Да нет, занято. Как в танке. А может быть, вам восьмерку выкинуть надо было? Ваши знаки, может быть... Нет, восьмерка, это Барнаул. Это Барнаул, это ваш код. 0-1-1, это из Америки выход. 0-1-1, это из Америки. 8, это Барнаул. А ваш, это 961-2-3-0. Нет, я все правильно. Я у этого, у Дьякона спрашивал, который вам звонил. Так что я не знаю, в чем... Все, отключайтесь, уходим. Давайте, чекайте. Да, ладно. Ну тогда, значит, тогда свяжемся. Значит, вторник я выходной у нас и пятницу где-то. Будет другое время, желание? Я не назначаю вам день. Указал только время. Хорошо, с шести вечера по девяти утра по Нью-Йорку. Да, именно так. Ну все, с Богом. С Богом. Спасибо большое вам. Аллилуйя. Я очень рад знакомству. Да, да, до свидания. Так, снимаю. Слава Христу. Это Бог вывел по молитве. Сейчас будем благодарить. Конечно, тебе идти надо.